Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 11 марта 2016 года, пятница По одному из современных календарей, по одному из старинных Десятый день месяца пробуждения природы, 7500 до 4 лета, седмица Мы начинаем наш живой эфир, который будет посвящен тени Родакон, младенчество, закон русского духа Главный соведущий, хорошо ваш вам знакомый, Кутенков Павел Иванович Здравия! Добрый день, уважаемые суды и сударыны, добрый день, Алексей Как приятно слышать наши родные слова Напоминаю, что мы договорились, что в эфирах будем играть в игру И я, если буду допускать ляпы, связанные с иностранчиной То Павел Иванович меня будет, не сказать, как школьника драть розгами Но будет поправлять в меру своего интеллигентного воспитания И своей направленности А как это получится, вы это все увидите и узнаете Думаю, что это будет всем наглядно доступно и полезно Ну что ж, приступаем к теме Почему у нас сегодня такая тема, как именно Родакон младенчества С чем это связано? Прошлую тему мы разбирали до этого Я так предполагаю, что это следующий этап развития человека на Земле Правильно? Да Ну, раз так, значит, давайте приступаем А нашим радиослушателям прошу быть внимательными Иметь ручки на месте, чтобы держать в ручках ручки Чтобы можно было писать, задавать вопросы А чтобы задавать вопросы, еще лучше войти в чат нашего радио И там, общаясь с друзьями, находить общие какие-то точки Общие, может быть, взгляды на жизнь И задавать вопросы к нам в эфир Все, не буду мешать, предоставляю микрофон Еще раз добрый вечер, уважаемые судари и сударыни Наша с вами очередная встреча посвящена в целом закону русского духа Как вы знаете, в 2012 году был открыт закон русского духа В 2014 году вышло первое издание книги труда Закон русского духа во врядах и сериадах восточных славян Одноименное название А вот недавно, осенью, вышло второе издание Радович издал в Москве Эту же книгу в более таком лучшем, так скажем, виде В твердых обложках, с цветными вклейками Но содержание закона его, в общем-то, не изменишь Закон русского духа Это закон, определяющий отношение к душе человека Мы как-то люди, воспитанные в советское время Нас достаточно жестко отторгли от понятия души Вообще от русского духа И старались все это дело в народе уничтожить В общем-то, было достигнуто Темными силами были достигнуты впечатляющие результаты в этом отношении Но, тем не менее, мы считаем, что в конце 20-го столетия Русский дух смог победить Власть темных сил в лице марксистско-ленинской идеологии Была свергнута, в общем-то, в целом, в явном виде И поэтому сегодня мы имеем возможность заговорить прямо То, что допускают наши законы То, что допускают научные подходы О законе русского духа и о русской душе Мы в прошлый раз с вами говорили о родоконе бабства, материнства Закон русского духа, он включает пять основных родоконов Это бабство, материнство, младенчество, свадьба, переход в иной мир И родокон и на светной печали Вот сегодня мы с вами рассматриваем второй родокон Закон русского духа, он разворачивается на основе категории времени То есть все идет по времени Появляется человек и появляется новое время Появляется новый отсчет Основное действие закона русского духа Разворачивается на участке длительностью три года И имеет свои ключевые значения Число знаков это один, это сорок дней, это год, это три года Каждый участок, каждое время Оно имеет еще свои более мелкие времена жизни Это первый день, третий, девятый, двадцатый, сороковой день Вот первая часть Вторая часть до года, это сорок дней полгода Год заканчивается И третья часть закона русского духа Это год, полтора, два, два с половиной, три года Собственно говоря, вот трехлетие Она определяет длительность каждого духовного перехода Из пяти мною названных Они образуют родокон В прошлый раз я объяснял, что такое родокон Это, конечно же, большое отличие от того Что мы, так скажем, нам навязали Не то, что существует в действительности Что существует в русской народной культуре А как нам навязали, так скажем И мы что-то потеряли Но я сейчас на этом останавливаться не буду Итак, родокон младенчества С рождением человека на свет По закону русского духа Как он нам раскрывает, появляется У человека душа У человека, у русского человека В целом, можно говорить о трех больших душах Которыми он обладает Это Божья искра, душа вечная Это душа чувственная И душа ума разума В общем, вот эти три души Они определяют бытие человека И, собственно говоря, его судьбу И когда рождается человек То по закону русского духа У него уже может быть вселенная душа То есть по закону русского духа Духа, я здесь поясню Душа вселяется Это при зачатии На середине беременности При родах Или в последующее время Бывает, что Бог за определенный Так скажем, род За определенное поведение В роду За поведение отца и матери Душу ребенку может не дать Поэтому приходится ее вымаливать Поэтому человек может родиться без души Ну вот он родился с душой У него ангельская чистая душа И вопрос состоит в том Как русская народная культура Определяет А мы говорим с позиции Русской народной культуры С позиции научных взглядов На эти вещи Здесь начинается Укрепление души В человеке В теле человека И в русском народе В русском народе считают Что душа это чистая Ангельская Непорочная То есть по прибытии В тело человека В этот мир Она, собственно говоря Сохраняя, конечно же Опыт предыдущих своих Жизней Если они у нее были Тем не менее Она в явном виде У себя все это стирает И Вселяясь в тело и плод человека Она об этом Собственно говоря В разум его В чувство Она об этом Напрямую Не задает А возможности У нее такие существуют Они потом пробиваются Это сложный вопрос Мы его сейчас Развивать не будем Итак Душа чистая Но одновременно С таким воззрением На душу человека Считается Что душа не чистая Вот Эта двойственность Воззрение На душу младенца Она очень интересная И я скажу Что Только с позиции Закона русского духа Только закон русского духа Смог Объяснить Вот это вот Воззрение С научных позиций А до этого Было непонятно Почему же не чистая Младенец Почему он не чистый Если он Как говорится Душа у него ангельская Ну О том Что душа ангельская Говорят Так скажем Такие Знания Русского народа Что если человек Младенец умирает До сорока дней То он живет Как ангел на востоке Или В других местах Что младенец Не попробовавший Материнского соска И вдруг умирает А такое бывало Вот и бывает То он Душа у него Ангельская И даже Эти души Могут Воплотиться Опять же В этой семье Не просто в роду А в этой семье Могут Воплотиться Малорусы Украинцы Считают Что Душа До сорока дней Не знает Ни добра Ни зла Поэтому Вот Такое Воззрение На душу Человека Оно Ставит Вопрос О том Что Или так скажем Не такое Воззрение А народное знание Говорит о том Что Вот в это время Ей грозят Большие неприятности Души И В народной культуре Выработаны нормы С ней Обращения Ну Какие угрозы Для души Существуют Ну Прежде всего Самая простая Это сглаз Сглаз Не от дурного Глаза Не от Плохого Человека А от любого Человека Сглаз может быть Так же может быть Порча Это уже Целенаправленное Воздействие Злых людей И Третья угроза Это Которая Грозит Семье И роду Что Душу Истинную Могут Вытеснить Из тела Доколь она Там не укреплена Еще И Заместить Какой-то Темной Сущностью То есть Угроза От нечистой силы И вот эти Три угрозы Они Ставят задачу Ее охранения И Культура Охраняет Народная культура Выработала Нормы Которая Позволяет Ее Хорошо Сохранить Прежде всего Это Молитва Заговор Это Огонь Свечи Это Обереги Мужские Вещи Принадлежности Мужского Отцовские Дедовские Орудия Труда Мужские Это Купание В Непятой Води И Запрет Оставлять Младенца Наедине Ну Вот Давайте Посмотрим Сглаз Сглаз Ну Сглаз У каждого Он Выполнили Обряды Родинные Поветуха Выполнила И Младенца Заворачивали И Ложили На печку Ставили Около него Сжигали Свечку И вот Эта Стихия Огня Защищающая Стихия Огня Она Его Охраняла Ну Клали Там Ножик Клали Там Мужские Портки Другие Какие-то Вещи И Естественно Не оставляли Одного То есть Вот Это Обеспечивало Защиту На печке Никто Как говорится Не заглядывал И Не видели Свечку В русской Народной Культуре Около Младенца Жгли Так же Как и Припокойники Допустим 40 дней То есть 40 дней Свечка Должна Гореть Постоянно Тогда Обеспечивается Достаточно Надежная Защита От Определенных Воздействий Ну Происходили Какие-то Сбои Жизнь Она И Жизнь И Тогда Предусматривались Обряды Купания Обряды Купания Купали Младенца Всегда Или После Купания Это Окачивали Непятой Водой Непятой Водой Которая Очищала От всех Нечистиков Которые Могли К нему Как говорится Прикрепиться До 40 дней После 40 дней Такую Воду Усиливали Усиливали Добавляли Крещенской Крещенской Более Сильной Воды Конечно Для Младенца Для того Чтобы Его Защитить Для того Чтобы Он Не Нанес Вред Окружающим Для него Заранее Приготовились Приготовились Свои Вещи Это Его Собственная Корыта Или Банночка Как сейчас Говорят Это Его Полотенце Это Мочалка Его Как говорится Хорошая Такая Мягкая Или губка Сейчас Мыло Его Личное Ну И Все Другие Необходимые Принадлежности Которые Были Только Для Этого Младенца Ими Пользовалась Родительница И Поветуха До 40 Дней Поветуха Работала С этими Вещами Вот Это Позволяло Защищать Ну Люди Рождались Младенцы Рождались В разных Состояниях Мог Родиться Младенец Слабо И Вот Здесь Очень Важная Роль Для Того Чтобы Подпитать Силой Духовной Силой Младенца Его души Его душу Истинную Поддержать Ее в теле Чтобы она Не ушла Раньше Время Чтобы он Не умер Тогда Осуществляли Обряд Проводили Обряд Именно Речения Крещения Именно Именно Речения Но Которое Совмещалось И с Крещением Здесь Потому Что В народной Культуре Эти вещи Бывают Разнесены Бывают Вмещены И Обряд Этот Именно Речения Проводила Поветуху Но Допускалось Что И какая-то Там Бабушка Свекровь Теща Даже Сама Мать В русской Народной Культуре Культуре Записаны Случаи Когда И мать Сама Именно Рекала Но Когда Обряд Именно Речения Проводила Поветуха То Имя Давали Родители Ну Как Правило Это Отец Это Принадлежало Праву Отцу Он Давал Имя А Именно Рекала Поветуха Его Она Погружала Младенца Три раза В Непятую Воду Непятую Воду Вода Это Непятая Обычно Доставалась Из колодца Зимой Летом Собственно говоря Не остужалась Вот это Интересное Такое Интересное Такое Явление Которое Еще В свое Время Даже Михаил Васильевич Ломоносов Так скажем Протестовал Против Этого Человек Он был Просвещенный Так скажем Но здесь Вот у него Душа Видимо Еще не доходила Закон русского Духа Он воспринимал Чувства Но он его Не знал Что он существует Поэтому вот он Выступал Против этого А так это Дожило и до 20 века И сейчас Еще Во многих Селениях Так и Действует Когда при Поветуха Если Крестит Амин река То Холодную Воду А И в церкви То же самое Бывают Такие Если Как говорят Священники Просвещенные В этом отношении То они Не нарушают Потому что Вода Должна быть Естественная Как говорится Это Ключевая Вода Это Речная Вода Это Колодезная Вода Она Естественная То есть Это Очень древняя Искань В русской Народной Культуре Да и в церкви Она прижилась Поэтому Здесь Действуют Стихии Воды И вот Эта Вода Во-первых Вода Очищала Младенца Поддерживала Его Так скажем Жизнь А во-вторых Имя Имя Давалось Сразу же После рода Вылетели На третий день Если вот По состоянию здоровья Оно позволяло Во-первых Поддержать Младенца Потому что Молитвы Заговоры Обращения С душой Можно только Тогда Делать Когда Есть имя И вот Это имя Скрепленное С душами С душой Человека Оно Как бы Было Таким Так скажем Линией Такой Таким Лучом Таким Каналом Говоря не совсем Русским словом Так скажем Мог быть и русским Вот Который Позволял Напитывать Ее Духовной силой Рода И тогда Душа Как говорится Младенца Она укреплялась Теле Ну а если Уже происходило Непоправимое Душа уходила С тела Тогда Эта душа Оставалась В той близости Когда род Мог ее Возвратить Обратно В свой род Так скажем Вот провести Правильную Беременность Провести правильно Роды Какие-то Возможные были Нарушения И вернуть Ее в род То есть Здесь Вот Раннее Именно Лечение Она Обеспечила Вот эти Выполнение Вот этих Двух задач Были и другие Задачи Люди В русской Народной Культуре Которые Ну погружение Это называлось Погруженный Да Вот Погружали Конечно Не только В третий День Там Двадцатый Девятый Девятый Двадцатый Сороковой День Крестили Не обязательно По болезни Младенца Или его Немощи Но В русской Народной Культуре Достаточно Широко Существовало Так скажем Действование Когда Младенца Крестили Погружали Раз В жизни Бабка Поведолка Покрестила Крестные Поприсутствовали Крестные Крестные И крестные Вот Дали имя И все И больше Его не крестили В ряде Местностей Было Что Второй Раз Крестили В церковь Носили Там На сороковой День Или после Сорокового Дня Или там Через год Через два Через три Когда придется Но главное Было Погружение Главное Было Погружение И поэтому Люди Которые Прошли Обряд Имя Наречения И крещения Погружением Они Назывались И сейчас Они называются Их много Таких людей В русской Народной Культуре Погруженные Он погруженный Он не крещен И погруженный Хотя В действительности Его крестили Так скажем Престили Имя Нарекали Так как Положено По Древним Искренним Ну Скажем так Родноверческим Иногда Это Кто-то Говорит Языческий Но это Совершенно Неправильно Обряды Которые Проводились С младенцем Они Были Двуединые Мы уже Об этом Говорили В прошлый раз Здесь Опять Стоит Сказать Что Если Обряд Проводился С ребенком То Он Проводился И с родительницей Ну Допустим Обряд Тот же Крещение На сороковой День На крещение Именно Речения Крестили Младенца А потом Давали Очистительную Молитву Матери И после Этого Уже Изменялся Их статус Изменялись Их Невозможности Быти Иствовать В этом Мире То есть Они Продолжали Жизнь Младенец В своем Русле Мать В своем Русле Но Двуединые Обряды Нужны Были Для того Чтобы Обеспечить Самостоятельность Души У ребенка То есть Одна из задач Которая Решала Русская Народная Культура Решает И вообще Сегодня Это было И всегда Это будет Это дать Самостоятельность Человеку Поведшемуся Здесь А так как Он был Сильно связан С матерью Во время Беременности То Двуединые Обряды Они Постоянно Так скажем Душу И Другие души Божественные Скоро Другие души Человека Делали Более Самостоятельными В теле Младенца Вот Двуединая Обрядность Этому Способствовала Ну Это Размывание Рук Тот же Известный Обряд Размывания Рук Он В ряде Местностей Вот Проводился Там Дитя Участвовало То есть Во время Родов Были Такие Состояния Духовные Испытывали Поветуха Роженица И младенец Что души Соединялись В определенную Суть Духовную И вот Обряд Размывания Рук Он Выводил Поветуху Из этого Сообщности Духовной Триединой И Собственно Разделял Определенным Образом Отдалял Мать От ребенка Так скажем В том Виде Чтобы Ребенок Как я уже Сказал Был более Самостоятельным Вот Это Тоже Двуеденный Обряд Осуществлялся Когда мы Говорим Про Обряд Погружения Про то Что Постоянно Ребенка Мыли В разных Местностях Это по-разному Были Где каждый день Где два раза В неделю Где раз В неделю Допустим До сорокового Дня То Вот Моя Просто Делая Как говорится Такое Естественное Очищение От Его Так скажем Выделений Потом Его Окачивали Вот Непятой Водой И Вот Эту Непятую Воду Непятую Воду Ее Выливали Выливали После этого В определенное Место И Установилось Установилось Знание Что ее Нужно Выливать В то Место Где Не ходят Люди Где Место Которое Не ошагивают Люди Ну Это Говорит О том Что Вот Именно Окачивание Оно Выполняло Задачу Очищение Очищение Младенца От возможных Нечистиков Различных Находов Наносов Которые На ребенка Могли быть Спосланы Находы Это Вот Которые Порчу имеют И к ребенку Могли прийти А нанос Это сглаз То есть Сглаз Спаслал Как говорится И получил Глаза Какая-то Более Мелкая Сущность Наход Более Крупная Сущность И вот Они Все Это Смывались Не Пятой Водой То есть Водой Святой Это Очень Важный Вопрос Обращения С водой То есть Оно Не потеряло Значение Сегодня Потому что Ребенка Нужно Очищать Не Очищение Ребенка Постоянное Не очищение Оно Приводит К тому Что Душа Укрепляется Не так Взаимодействии Трех душ Идет Не так Какие-то Начинают Преобладать Допустим Известно Что Ум Это Средство Темных Сил Человеки Вот Поэтому Перекос В сторону Так Скажем Плоти Крови Перед Духовным Она Наносила Вред Человеку И Вот Отсюда Была Строгость Такая В отношении Проведения Обрядов Охранительных В том Челе И С Водой Время Пришло Ребенок Рос Ребенок Рос Прошел Сороковой День Показали Его Родственникам Провели Обряд Родин Вот Ну На обряде Родин Если он Проводился На сороковой День Или на Полгода Дитя Конечно же Присутствующим Не показывали А иногда Даже имя Ему Не говорили Ну Называли Каким-то Другим Таким Именем Расхожим А Истинное Имя Не Сообщали И На год Проводили Первые Застрижки В русской Народной Культуре Из древности Это известный Обряд Застрижки Так называемые Постриги Могли быть Первые То есть Человеку Могли Постричь Часть Волос Его Вообще Постриги Это обряд Древний Обряд Общеславянский Можно И на европейский Есть Как говорится Посылок А так Общеславянский Постригали У всех Славян Когда Человек Взрослел Когда И взрослые Постригали В полковнике Постригали В генерала Постригали В бояре Когда Человек Достигал Определенного Уровня Проводили Застрижки Это очень Интересный Обряд И вот Впервые Его Проводили Когда Человек Достигал Возраста Года А самый Самый Первый Застрижка Могла Быть На сороковой День Когда Его Погружали В воду На сороковой День Тогда Крестом На голове Выстригали Кусочек Волос Закатывали В воск И бросали В воду В которую Его погружали И гадали Если Так скажем Потонет Волосы Значит Это Вот Сложная Будет Жизнь Или умрет Младенец А если Плавят То значит Хорошо Гадание Вообще Явление Совсем Как говорится Достаточно Сложное И Не обязательно В общем-то Так скажем Гадать Потому что Для того Чтобы гадать Нужно Обладать Опытом И возможностями Исправить То что Покажет Гадание А гадание Может показать Разное Поэтому И в русской Православной Церкви И в народной Культуре Гаданию Относились Всегда С насторожностью Потому что Она Могло Привести Так скажем Человек Не подготовленный К этому Проявлению Своей Судьбы Которое Покажет Гадание Могло Закончиться Печальным Вот эти Вещи Нужно Понимать Русская Народная Культура Выработала Особое Отношение К вещам Которые Использовались Для детей Для детей Для младенцев Ну Допустим Те же Пеленки Распашонки Рубашонки Его До трех Лет Их Нельзя Выносить На улицу Желательно Истирать Дома Или Может Даже Не стирать Его Там Посушил Где-то На печке Или Где-то Там Сейчас Можно сказать У батареи Где-то Посушил Но Вывешивать На балкон И в другом Месте Нельзя Это связано С очевидностью Что опять же Вот эти Находы На носы Могли Прикрепляться На эту вещь А потом Переходить На ребенка То есть Все Нечистые Сущности Они искали Различные Пути Доступа Человека Чтобы Овладеть Ем И питаться Его Возможностями Здесь Более Глубокие Есть Вещи Сокрытые Так скажем Или Возможности Воздействия На Вредное Воздействие На младенца Это вот Если вещь Отдать Когда ему Еще не исполнилось Не просто так Вот она Вроде Вырос Из ней Ему Пошел Третий год А там У него Остались Рубашонки Какие-то Пеленки Вдруг Кому-то Отдали То В русской Народной Культуре Это дело Не допускалось Для своих Для сестер Братьев Можно было А выдавать Из дома Это не разрешалось Потому что Опасались Воздействия Опасались Воздействия Ну Настолько Русская Народная Культура Вот этот вопрос Разработала Очень подробно Очень хорошо Что Это видно Вот По Отношению К пеленанию Ребенка И до сих пор У нас есть такое Понятие Например Пеленальный Столик А в русской Народной Культуре Ребенка Пеленали На обеденном Столе Который Стоял В переднем Углу Не На лавке Не на полу А именно На столе На обеденном Хотя Говорится Извините Он мог там обкакаться На этом столе Но пеленали его Именно на столе Почему Вопрос вроде бы Как скажем Очевидный И в то же время Не очевидный Но очевидно то Что Передний угол Это святой угол И как бы Помещать туда Нечистого младенца Вроде как бы Не с руки Однако это так было Почему Потому что Именно святой угол Он Святой угол Красный угол В избе он защищен Во всех отношениях Там стоят Прежде всего Там стоят Иконы Там стоят Полотенца Висят Или Висят полотенца Вот На поличках На поличке На которой Стоят иконы Исконно Ставили Образа Образа Духов Рода Образа Богов И вот Эти вещи Иконы Образа Полотенца Та же лампада Которая висела Свечки Которые там Горят Они Это пространство Расчищали И нечисть В общем-то Святой угол Она Всегда его сторонилась Поэтому Вот это место Оно было Самое что на есть Подходящее Для того Чтобы Перенаг Младенца Потому что Когда Перенали Младенца Он оставался Голым А русская Народная Культура Она В общем-то Не допускала Вообще Так скажем Беззащитное Оголение Младенца И в принципе Так скажем В целом Оголяться Нецелесообразно Было Особенно Женскому Началу А здесь Младенцу Поэтому Вот его ставили Под такую Сильную Защиту И Перенали Его Под Святыми Иконами Павел Иванович Значит Под святыми Иконами Запомнили Перенали Тоже слово Запомнили Нам нужно Прерваться На музыкальную Паузу Как на это Смотрим Давайте Положите Хорошо А поскольку Мы сегодня Говорим Все-таки Про младенчество То я Так думаю Почему нам Не запустить Песни Разных лет Где Упоминать Слово Дитя Народился Младенец Ну и так далее Давайте Я поставлю Народился Атаман И кажется Вполне Приемлема Для сегодняшнего Эфира Песня Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 11 марта 2016 года Пятница По одному Из старинных Десятый День Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Седмица И если Вы Ощущаете Что Сегодня Как раз Те самые Дни О которых Я сказал То вы Можете Войти В чат И в чате Задавать Вопросы В эфир То есть Создавать Эфир Вместе С нами Задавая Свои Вопросы Общаться С друзьями Для этого Достаточно Один раз Зарегистрироваться В чате А для того Чтобы попасть В чат Необходимо Попасть На сайт Народного Славянского Радио Так и Набирать В любом Пусковике Народное Славянское Радио После этого Ищите Слово Чат Нажимайте На него И радостно Придумайте Логин и пароль На всю Жизнь Чтобы его Потом не забыть Ну и все И в общем-то Становитесь Полноценным Человеком Созидающим В этом мире Что-то доброе И хорошее Напомню Что мы разбираем Тему Родокон Младенчества Закон Русского Духа Главный Соведущий Кутенков Павел Иванович Итак Мы остановились На том Что пеленали Ребенка Рядом были Образа Иконы Кумиры Могли быть Понятно Разобрались С тем Что пеленали Он на столе Здесь уже По этим всем Вопросам Вернее По всему Что было сказано Идут уже вопросы В чате Мы их принимаем Записываем И обязательно После того Как Павел Иванович Озвучит Тему Как он ее подготовил Мы уже будем Переходить К вашим вопросам Так что Никто не забыл Ничто не забыт Как говорится Все на виду Мы за всем следим Итак Продолжаем Павел Иванович Пожалуйста Да Уважаемые Сударьи Сударни Мы с вами Ведем речь О законе Русского Духа И осенью Прошлого года В Москве В издание Радович Вышла эта книга Второе издание Закон русского духа В обрядах и срядах Восточных славян И мы рассматриваем Орадокон младенчества Итак Поговорив Очертив круг Состояний И защиты дитя Мы давайте Коснемся вопроса Чем встречал мир Дитя Ребенка Чем он его встречал Как его встречали Это очень важный вопрос Потому что Сегодня Ему Иногда просто Не придается Внимание В больших городах Крупных Или У людей Которые оторваны От искренней Своей культуры И Собственно говоря Мы имеем То состояние Нашего народа Которое мы Сегодня имеем А мы имеем То что народ Стоит На Колее смерти То есть Ощущена Радозгония Отрыв Радозгония Это Уничтожение Основ Русского духа Ведущая К Естественному Вымиранию Людей То есть Нас поставили На клюю смерти Вот это Есть Радозгония Нам сегодня Надо из нее выйти И это Начинается Как встретить Детя В этом Мире Ну Общепринято В русской Народной Культуре Рожать Втайне Вот это Отношение К тому Что никто Об этом Не должен Знать Она Породила То что И до последнего Времени Беременная Как говорится Находилась В том состоянии В будничном Могла И Работать И трудиться И Находиться В различных Местах Поэтому Зачастую Роду Могли быть В поле Или Как говорится В том месте Где Бог Уготовил Судьбу Появления Ребенка И тогда Первым Первой Вещью В которой Ребенок Появлялся Это был Подол Материнской Матери И это Очень интересно И Знаково Потому как В дальнейшем При Лечении Вот Ребенка От Нечистых Других Каких-то Болезней После Всего Лечения Обязательно Старались Вытереть Материнским Подолом То есть Как бы Напомнить Его Что Мать его Родила И она Его оберегает Охраняет Обязательно Обязательно Конечно же Для того Чтобы Встретить Ребенка В этом Свете Невеста Еще До Того До Задолго До Как говорится Того Как она Станет Матерью Женой Она Заготавливала Своё Приданное И в приданном Готовила Полотенца Родильные И вот В них Если Все Роды Как говорится Были Так скажем Позволяли То вот Это Принимали В это Полотенчика Ну Это Вот Например В селе Вяземка Пензенской Области Это Было Или Вот В деревне Рухань Смоленской Области Вершичинский Район Это Наметку Заготавливали Очень Тонкая Такая Полотенчика Наметка Тонкая Такая Полотенчика Родильная И Его Принимали После Родин После Выполнения Обрядов А потом Она Хранилась И затем В Этой Наметкой Его Покрывали В гробу То есть Когда Человек Уходил На тот Свет То Тело Покрывали Собственно Это Очень Интересное Явление Среди Ученого Мира Известно Что Мать Этот Кет Мать Кет Нит Судьбу Своего Дитя Своих Детей И вот В руханьском Обряде Мы видим Что Приняла Она В наметку И С этой Наметкой Он появился И с этой Наметки В этой Наметке Он ушел Из этого Мира Ну Вот Нить Судьбы Полотно Это нить Судьбы И мы знаем Что Нить Судьбы Народов Людей Ткут У каждого Народа Пряхи Ну У нас Они Ткут Это Для народа Откуда Пряхи Лада Леля И полеля А В Кажем Роду Это Вот Мать Баба Она Готовит Вот эти Вот Нити Судьбы И вот Руханьская Наметка Это Просто Такой Яркий Пример Образец Когда Научная Мысль И Обряд Духовная Культура Так Скажем Настолько Ясны И понятны Что Не надо Никаких Дополнительных Пояснений Но Задачи Вот такие Естественные Защищает Душу В ее Пороговых Переходах Пороговых Состояниях Но Чаще Всего Чаще Всего Ребенка Младенца Дитя Старались Принять Мужские Рубахи Это Повсеместно Это И Северные Великорусы Южные Великорусы И Средние Великорусы Это Белорусы Это Малорусы Это Русины Закарпатские Вот Собственно У славян Это было Особенно У восточных Славян Это было Широко Распространено Брали Мужскую Отцовскую Рубаху Дедовскую Рубаху И Старались Принять Старались В отдельных Местностях Принять Рубаху Которая Как говорится Вот С плеч Только что Отца Так скажем Не стиранная Ну Здесь Народная Культура Утверждает Что Этим Самым Обеспечилась Любовь Отца К будущему Дитя То есть Говоря На языке Духовности Это Определялось Определялось Определенное Созвучие Отца С будущим Ребенком На уровне Вот Плоти На уровне Плоти На уровне Разума Вот через Эта вещь Ну а с другой Сторон Конечно же Мужская вещь Она была Оберегом И она Здесь Выполняла Вот эту Задачу Потому что Женская Женская Она была Слабее Но Она тоже Использовалась Она тоже Использовалась Ну вот Кроме Мужской рубахи Могли Портки Использоваться Мужские Это В большей мере Конечно Защита От От Возможных Воздействий Темных Сущностей Рубаха Мужская Использовалась И Не только Вот Так Сажим В таком Отношении Для Обеспечения Созвучия Духовного Чувственного Дитя И ребенка И защиты От нечисти Но она Еще Возвалась Как средство Появления Дитя На свет Вот В Псковской Губернии Известно Что Если были Трудные Роды То Мужа Вызывали Где-то Он неподалеку Всегда был Снимали С него Рубаху И Собственно Говоря Рубаху Так скажем Подносили К роженице И Считали Что В этом Случа Роды Уже Должны Быть Успешны Вот По Владимирской Губернии Допустим Если мы Говорим О тех же Вещах То Мужские Портки Используют Для того Чтобы Выхаживать Слабых Детей То есть Из них Протягивали Через Мужские Портки Обряд Протягивания Через Дупло Деревьев Через Развилки Деревьев Вот Здесь Вот он Используется В таком Отношении Протягивали Через Портки Или через Материнскую Юбку Что Обеспечило Как бы Повторное Его Возрождение Укрепление Ну В общем Способствовало Тому Что Младенец Становился На ноги Выходил Из тяжелого Состояния Поскородового Вопрос Мужских Рубах Он конечно же Очень интересный Здесь много Сторон у него Много Сторон у него Есть определенные Точки зрения Понимания Его И различные Вот Ну я хочу Сказать что Это есть Окультуривание Дитя То есть Когда он Принимается В родовые вещи Будь то Материнская Или женская Будь то Мужская Или материнская Он Включается В человеческую Культуру Он включается В свой род Вот Но вопрос Стоит в какой род Если мужскую Рубаху Брать Опять же Чью мужскую Рубаху Ту мужскую Рубаху Рубаху Которую Принесла Невеста С собой Отцовская Дедовская Или Рубаху Отца Вот Этот вопрос Он стоит И я думаю Он Так скажем Имеет Очень древние Истоки Потому что Эта вещь Она включает Его в мир Но мир Не просто Общечеловеческий А мир Конкретный Родовой Мир Поэтому Этот вопрос У нас Решается Вот с этих Позиций И Если Допустим На юге Рязанской Юго-западе Рязанской Области Земли До сих пор Существует Обряд Это Принимает Так называемую Подстилку Еще нет Нет Еще Встретится В полевых Исследованиях Медиций Вещи Встречались Что Мужская Рубаха Называется Подстилкой И ее Специально Особо Делают И Делают И даже Без Ворота То есть Как бы Вот Она Выродилась В такую Вещь Вроде Мужская Рубаха Но В то же Время Ворота Нет То есть Для Девка Выходит Замуж И у нее Три-четыре Такие Подстилочки Называется Есть Мужские Рубахи Она Уже Берет Не Рубахи Она Особо Заготовила И Здесь Конечно Можем Сказать Что Это Вырождение Обряда Хотя Можем Не Согласиться Потому Что Когда Она Текет Эту Вещь Она Закладывает Те Идеи Что И Были Заложены В Наметки В Чуть Выше Говорили Об Этому Она Ее Встречает Она И Провожает Ну А Здесь Она Ее Встречает То есть Эта Вещь Конкретно Так Скажем Обладает Другими Свойствами Ну Вот Они Здесь Сомещаются В Определенной Мере И Вот На Юге Рязанской Области Распространено Обычай Когда Ребенка Принимают Посадскую Рубаху Мужскую Мужскую Посадскую Рубаху То есть В том В чем Отец Ребенка Дитя Женился Сидел На Посаде Когда Невеста Испытывала Пороговое Состояние А потом Вот эту Рубаху Принимает Ребенка Очень Интересное Явление И Собственно В говоря Если С позиции Закона Русского Духа Ничего Странного Нет Вещь Которая Прошла Одно Испытание Пороговое Она И дальше Работает В этом Направлении Вопрос Встречи Вопрос Дальнейшего Вечного Обеспечения Так скажем Младенца Он очень Интересен И допустим У старобрядцев Не только Вот этот вопрос Был разработан Но Было принято Что Вещи Для младенца Когда нужно было Их шить То их шили Только из старых Тканей Из старых тканей Которые уже Побывали в быту То есть До года Где до трех лет Вот это Явление Ботовало И строго Как говорится Было Очерчено Нужно делать Только вот так То есть Это опять же Способствовало Тому Что вещь Побывавшая В мире культуры Она Передавала Определенным образом И Определенные Свои свойства Вот этому Вот этому Младенцу Вопрос Мужского Женского Какие Из каких Вещей Что шить И опять же В какие вещи Принимать Мужские Или женские Вот Белорусы Они Как говорится Конкретно По этому вопросу Утверждали Что Если Младенца Встречать И Его Так скажем Одевать Постоянно Мужскую Родительскую Одежду То он Будет Обладать Вот Мужскими Больше Качествами Больше Самостоятельностью Быть Если же Одевать Его Укрывать Одесной Там Матери Бабушки Тетки Это он Будет Обладать Теми Качествами Которыми Обладали Вот эти Люди А если Все время Только женским Укрывать То Допустим Девочка Девочка Будет Обладать Свойствами Так скажем Чисто женскими И Не самыми Лучшими А Как говорится Может быть Ветреницей Так мягко Скажем Да Так скажем Вот Вертихвосткой По народному Да То есть Это вот Не самый лучший Вариант И мы Встречаемся По жизни Тогда Когда видим Что вот Женское Начало Как говорится Только Крутится Перед Зеркалом Поэтому Вот Если Обобщить Этот вопрос По одежде То можно Сказать Что Одежда Которую Встречает Младенца В этом мире Она приравнивается Для него Равной Как крови И плоти Это Это Достаточно Очень Сильная Сторона Бытия Человека Которую Нам Необходимо Учитывать Но К этому Можно Добавить Что Младенцы Конечно Его Часто Рубашку Рубашку Передача Такой Сильный Оберег Которым Пользовались Достаточно Строго В русской Народной Культуре Раньше 40 Дней Не Опоясывали Да Покрестить Могли На третий День На двадцатый Покрестить На тридцатый День Как Сложились Обстоятельства Как здоровье Младенца Она могла Быть По разному Вернуться А вот Пояс Повязывали Не раньше 40 Дня То есть Провели Обряды Допустим Именно Лечения На сороковой День И только На сороковой День Опоясывали Поясом Могли Завязать Узелочек И то Еще Не везде Во многих Землях И краях Великой Руси Опоясывали После года После года Разрешался Опоясывать И вот Вопрос Узла И пояса Он конечно Настолько важен Что даже Младенца Когда его Начинали Можно задать Вопрос А как же Его там Так скажем Опоясывали Не опоясывали Да Его свивали Свивальнем Так называемый Тоже похож На пояс Но Когда свивали Свивальнем Младенца А это Проходило Не раньше Третьего дня Обычно Потому что До третьего дня Вообще его не свивали Только заворачивали Вот Подтыкали То свивальнем Концы свивальня Всегда Подтыкали Но Узлы Не завязывали То есть Вот завязать Узел На судьбе Человека В это время Считалось Так скажем Не то что Предрассудительным Потому что Это нельзя было Делать Нельзя было Затягивать Душу Душу Истинную И души Другие Человека Вот таким Узлом Ибо Это Мешало Общению С миром Культуры Это я так считаю Я так полагаю Потому что Других мнений По этому вопросу Мы на сегодняшний день Не имею Поэтому Вот вопрос С поясом Он на сегодня Требует Так скажем Опасливого отношения Опасного отношения Нужно понимать Что вещь Влияет На судьбу Человека И Как говорится Завязывать узелки Раньше времени На ней не стоит Можно нечаянно Повредить И Подходя Как говорится К изложению К окончании Изложения Материала Хочу сказать Что Очень часто Мы видим Детей В разноцветных Одеждах И Красных Ярких Вот в русской Народной культуре Это не принято Считается Что Ребенка До трех лет Когда Не закончится Основное действие Закона русского духа Это три года Вот Цвет Одежды Его должен быть Спокойный Белый Светло-синенький Светло-голубенький Светло-серенький Такое Скажем Но Не ярко Не ярко-желтый Не ярко-зеленый Не ярко-красный То есть Цвета Должны быть Спокойными И Конечно Допустим Наблюдая Такими культурами Как чернавская Крестьянская Родовая культура Мы видим Что Ребенка Когда выносили На улицу Ну По разным случаям Там до года После года После двух лет Его всегда В коля Там В санках На руках Его Всегда Лицо ему Закрывали Так называемыми Лоскутницами Узорными Они Через них Можно было дышать Это Такое тканье Или вышивка Строчевая вышивка И Узоры А узоры Какие были Узоры Конечно Сильные были Это были Яркие Свастики Иначе говоря Вот Это были Сложные Яркие Но Обязательно Закрывали Обязательно Охраняли Когда вот Мы сегодня Видим Как Матери Относится Так скажем Похабно Я бы сказал К своим детям Ему там Два Три Месяца Она его В коляске Везет Открытые Открытого Все Магазины В огромные магазины Затаскивают Завозят То есть А потом Мы Пожинаем Вдруг Начинаем Ощущать Что Ребенок Что-то Чувствует Неважно Или там Плачет Или вообще Как-то По-другому Себя Видят То есть Вот Взгляды Людей Они До трех лет Просто-напросто Вредны Для младенца И этого Допускать нельзя Не зря Народная культура Выработала Вот эти Меры Защиты Дитя И они Конечно же Настолько Существенны Что Не Вополнение Их Приводит К тому Что мы Так скажем Сегодня Вот Пожинаем Те вещи Которых Я уже Сказал Отчасти Ну вот Можно на этом Сегодня Как бы Первую Нашу часть Закончить Отлично Мне очень Понравилось Благодарю Ну что ж Как раз Мы вложились К музыкальной Паузе Поскольку у нас Посвящена тема Родокона Младенчества То так или иначе Здесь будут Назвучать песни Связанные С младенцами С родами С детством Все что Вот С этой Тематикой Связано И я попрошу В чате Не выкладывать Название Этой песни Которая будет звучать А попрошу Попытаться Наших радиослушателей Узнать Кто же Этот замечательный Исполнитель Который поет Так хорошо Свои Сразу скажу Это композитор И исполнитель Свои песни Вот давайте Послушаем музыкальную Паузу И попробуем В чате Провести такой Небольшой эксперимент Узнаете вы или нет В эфире Народная Славянская радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню Что по одному Из современных календарей 11 марта 2016 года Пятница По одному Из старинных Десятый день Месяца пробуждения природы 7524 лета Седмица Родокон владенчества Закона русского духа Такова тема Сегодняшнего эфира Главный сведущий Кутенков Павел Иванович И мы подошли К моменту Когда уже Наконец-то Можем озвучивать вопросы Поступившие Из чата Народного славянского радио Сюда В наш Мини Конференция В мини Так Сейчас Павел Иванович Я бросаю Слово Чат Конференция Давайте подберем Наше русское название Круг В наш малый круг Хорошо И Первое Будет не вопрос Первая реплика Такая Не очень Такая Немножко недовольная Закон Слово Не очень хорошее А у нас тут Закон Слово Русского духа Присутствует Почему слово закон Спасибо за вопрос Почему Закон Слово не хорошее Закон Это хорошее Оно состоит Слово закон Состоит из двух Основ За Икон Кон это понятно Я думаю Всем понятно Это то что Богом дано Каждому народу Те основы Бытия Которые он получил При получении Место На нашей земле Это коны Поконы А есть законы Законы Это тогда Когда народ Продолжает Свой Своё бытие На Своей родной земле То есть Идёт За Коном Вот наши предки Проложили пути Дороги На этой земле Проложили пути К Богу К свету Не теряли их И они идут Законом За этим То есть Во след Друг за другой Поэтому я не вижу Тут Чего-то такого плохого Здесь матерного нету А обидного нету Слово Здесь просто Глубинные смыслы Которые нужно понимать С позиции Русского языка А русский язык Это хранитель Нашего Нашей духовной культуры Наших конов Наших поконов Наших законов Просто есть теория такая Она очень активно Развивается И многим известно О том что Есть кон Это все знания Наши древние Устои А есть закон То есть за как бы Кругом Находящийся То есть вышедшая За пределы И уже не являющийся нашим Видимо с этой точки зрения Вот Наш человек написал Я понимаю И в предисловии книги Закон русского духа Я встретился с этим вопросом Когда издатели Тоже выразили недовольство И я В предисловии Написал Особое предисловие Предоведомление К читателям Где я объяснил эти вещи Что на русский язык Нужно смотреть Несколько глубже И всегда В каждом знаке В каждом знаке Есть много смыслов Есть какие-то коренные Есть несколько ключевых Их просто надо понимать А мы Когда сосредоточиваем Сосредотачиваем Своё Так скажем Внимание На чём-то одном А не В состоянии Охватить Весь круг Вот этих Мнений Этих Действий Этого слова Тогда у нас Создаются Такие Вот так скажем Неполные Неполные представления Тех основах Которыми владеет Русская народная культура И собственно говоря Родноверие славян Вот Она стоит на законах На поконах На конах Это всё Как говорится Различные Различные Пути Различные пути Одного и того же действия Да Ещё в каком контексте Здесь имеется в виду Что Если закон То есть Одно за другим Движущийся Одно из другого Выходящее Истекающее Это одно А если мы имеем в виду Выходящее за пределы Другое Но здесь контекст Уже произношения Другой И Другое Да Потому что есть Правильно Кон Покон Искон И так далее Здесь много вариантов Хорошо Разобрались Здесь Специально Вбросил Вот эту маленькую Провокацию Сделал Интрижечку Такую Опять Не наши слова Бросаем Вот И сразу мне сказали У нас называется Изба народов Славянского радио А здесь горница Вот в горнице Мы и общаемся Вот И так далее Хорошо Следующий вопрос Владимир Азмутьевич В Аносе написано Защита младенца От нечистой А также Недоброго Глаза и порчи Поэтому у меня Сразу вопрос Павел Иванович По терминам Нечистая Понимается Неочищенная сила Или темная сила Или злая сила Что это вообще За такое чудо Под понятием Да Не термином А понятием Мы пользуемся Понятиями Содержанием слов Вот В законе Русского духа И в русской Народной культуре Под словом Нечистое Понимается Это Та сила Которая Противостоит Свету Это та сила Которая Отсекает А света Отжившая Отгнившая Вышедшая Из употребления Или потерявшая Свои Как говорится Корни Которые Мечутся Крутятся Вертятся Не знают Куда прибиться И вот Тогда Нечистая Ее хватает И забирает Себе То есть Нечистая Выполняет Задачу Чистильщика Пространства Задачу Как говорится Такого Вот Рубщика Отсекателя Она Разделяет На Чистые Нечистые Опять Так Сажим Занимаясь Повторением Этих Вещей То есть Это Сущности Это Определенные Сущности Разных Уровней Которые Как говорится Как только Ты теряешь Бдительность Как только Народ Теряет Бдительность Теряет Свои Коны По Коны Законы Так Она Так Скажем Идет Во След Если С позиции Материального Мира Скажем Так Как вот Только Ржа Нападает Ржавчина На какую-то Так самую Железку И потихонечку Начинает Ее Как говорится Есть Потом Смотришь Вроде так Все хорошо А раз Нажал Прижал Где-то Хоп А там уже Ржавчина И все Вещи Как говорится Теряет Свою Устойчивость Лопается Портится Топор Молоток Рама Машин Или еще Чего-то Как говорится Осталась Только внешняя Мишура Краска А внутри Уже Все Сгнило Вот Так И здесь Нечистая Сила Она Так Скажем Действует На Внутреннем На духовном Уровне Как только Человек Теряет Свои Искони Как только Он Начинает Искать На чужой Стороне Пытаться Как говорится Приклеиться Какому-то Чужому Закону Так Все Тут Это Добыча Нечистой Силы Темной Силы Вот Я Это И в Русской Народной Культуре Это Понимается Оно Нечистая Сила Так 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 Как Описывает В Русской Народной Культуре Она Имеет Различные Уровни Хорошо Следующий Вопрос От Владимира Изматич Павел Иванович Смотреть На Младенца Через Зеркало Можно Или Вообще Зеркало Дверь Другой Мир От Меня Еще Дополнение К вопросу Который От Владимира Постопил Изматич Как Мать Может Не смотреть На Ребенка Если Она Его Пеленает Подмывает Купает Кормит Ну Два Вопроса Да Получается Да Зеркалом Вопросы Сложные Зеркалом Лучше До Трех Лет Вообще Младенцу Не Показывать В Русской Народной Культуре Поэтому Говорят Он Язык Потеряет Разум Потеряет Потому Что Это Связь С Иными Мирами Зеркала И Общаться Душе Которая Еще Не Укрепилась В теле Которая Еще Не Потеряла Вообще Связи С Теми Мирами Да Ее Опять Завлекать Туда То То Это Неразумно Поэтому Русская Народная Культура Она Запрещает Младенца Подносить К зеркалам Показывать Ему Эти вещи Которые Отражают К воде К той же Вот Есть Тоже Такие Вещи Тонкие С водой Существуют Как и Зеркалом Поэтому Эти вопросы Нужно Исключить Если В семье Есть Младенец То Нужно Года на Три Так Скажем Зеркала Все Спрятать Чтобы Он При Случае Не Увидел Своё Отражение И Не Попал В иные Пространства Теперь По вопросу По вопросу Как смотреть На ребенка Потому что Нельзя смотреть С одной стороны С другой стороны Хочешь Не хочешь Смотришь Когда общаешься Вопрос вот чем Конечно же Мать Смотрит На него Но Это В русской Народной Культуре Это строго Ограничено Вот Покормила Мать Покормила Его Как говорится Сиську Дала Он Пососал Завернула Особенно До 40 дней Все Как говорится Посмотрела Подмыла Его Вытерла Ему Попу Посыпала Где там Подопрела У него Завернула Запеленала И Там В теплое Местечко Его положила И свечку Как говорится Недалеко Поставила От него Все А зачем На него Смотреть Глядеть То есть Нужно Понимать Нужно Понимать Что сила Взгляда Она В это Время Портит Его Она Его Не облагораживает Не усиливает Она Душе Мешает Устраиваться Вот в этом Как говорится Своем Новом Мире В человеке Это надо Понимать И Собственно Русская Народная Культура Она Выработала Столь Строгие Меры Что Собственно Говоря Вот кроме Кормления Все остальные Вещи Делала Повитуха Делала Повитуха Именно Она Именно Исходя Вот Из этих Вещей Вот А Повитуха У нее Взгляд Опытный Она Знала Конечно Если Мать Родила Десять Детей То Десятого Она Знает Как Обращаться Потому Что Уже Подросли Те Она Уже С ними Намочилась И Намаялась Она Знает Вот Повитуха Огромный Опыт Поэтому Русская Народная Культура Она Именно И Предписывала Что Не Только Оберегать Так Скажем От Невидимых Сущностей Повитуха Должна Была Но И Время Оберегать От Излишнего Смотрения Глядения Той же Матери Того же Отца Тех же Домочадцев Вот Так Вот Хорошо Хорошо А То Что Все Таки Считается Что Чем Больше С ребенком Общаются Родители Тем Лучше Вот Как Здесь Не Противоречит Ли Не Отдвигает Не Отдаляет Ли Что Нельзя Смотреть Но При Этом Надо Больше С Ребенком Быть Рядом Находиться Общаться С ним Нет Это Одно Другому Не Противоречить Понимаете Нет Когда Мы Говорим Что Нужно С нему Общаться Общаться Надо С того Как Он Зачался С ним Надо Общаться И здесь Точно Так же Ты его Как Говорится Ну До Сорока Дней Он Лежит На печке А потом Его перемещают В колыбель А в колыбель Он закрыт Ты его Пеленой Закрыл И Общайся С ним Он же Слышит Он же Слышит А уже После Сорока Дней Так скажем Там На материнское Общение И на родительское Общение Вообще К нему Расширяется После сорока Дней Но до сорока Дней Этого Нецелесообразно Делать Только звуковое Общение А Общение Через взгляд Она Строго Ограничена Так что Вот я здесь Не вижу никаких Проитворечий Народная культура Это вопросы Все Как говорится Хорошо Продумываю Хорошо Вопрос в эфир От Сергея Серепейских гор Свечка должна Гореть Сорок дней Восковая Или любая Например Масляная И что происходит Такое Пока горит Свечка Что От всего Нечистого Защищает Свечка Свечка Да Конечно же Свечка Лучше Должна быть Освещенная Да Так скажем Освечит Свеча Освещает Хозяин Или священник Или жрец Или сам хозяин Берет Читает молитву И как говорится Эти свечи Освещает Их Предварительно Очищает Если есть Светильник Ломпадка Там Какая-то Другой светильник Масляный Он тоже Он тоже Защищает Он тоже Защищает Вот Но считается Что свечка Более сильное Средство Потому что Там Как говорится Есть Вещи Которые Связаны С природой В этом Воски Так скажем Масля Их Меньше Поэтому Мы Еще не все Знаем Почему Народная культура Расставила Ударения А почему Она не все Объясняет Это нужно Проводить Огромные испытания Огромные исследования Чтобы ответить На какие-то Вот Такие возникающие Вопросы Но лучше Со свечкой Огонь Огонь Защищает Огонь Защищает От нечистой силы Но она Не приближается К огню К свечному К огню Который Освещен Как говорится Намерением Людей Здесь очень важно Намерение Которое Еще вкладывают Люди В этот огонь Вот Здесь огонь Не только Сам по себе Работает Он сам по себе Работает Но еще Наше намерение Намерение Родителей Намерение Поветухи Которые Вот Осуществляют Эти действия То есть Молу Или молву Или молитву Может Не обязательно Там нести Куда-то Или на капище Или жрецу Или в церковь Может Хозяин дома Начитать На свечку Или мать Или кто-то из рода И эта свеча Становится обережной Да Да Это Хозяин дома У него Такие У нас В русской народной культуре Хозяин Это есть Жрец Это есть Священник Для своей семьи Но ведь все-таки Когда мы говорим Про наши Древние Обряды Или те Обряды Которые Известны Современным Нашим людям То они все-таки Так или иначе Отличаются От тех Обрядов Которые Скажем так Как христианской церкви Известны Если Взять Например Купить В церкви Свечи И принести Домой Это будет То же самое Или все-таки Это разная энергетика Разная защита Разные обереги Я думаю Это вопрос Очень тонкий Вопрос Очень тонкий Конечно Конечно Лучше Все делать так Как делали Предки Да Вот Есть пчельник Изготовили свечи Скатали их Уже На Так скажем На действии Изготовления Свечей Уже в них Закладывается Намерение Оно Вот это намерение Невидимое Да Она в них уже присутствует Вот это Так сказать Оберегать Защищать Свечи для этого делается Конечно Это сильнее будет А если Свеча Поступает Из иных Так скажем Магазинов Лавок Так скажем А других конфессий Конечно Она будет Не будет Обладать Той силой Которую Ты сам Изготовил Со своими мыслями Со своими намерениями Со своими задачами Это очевидные вещи Тем более Что известно Что церковь Скажем так Мягко Не очень хорошо Относится К народным оберегам К поверьям К каким-то обрядам Которые Не связаны С церковными Деяниями Поэтому просто Купить церковь Свечку Принести И как обережную Зажечь Это Я в этом вижу Некое Противоречие Ну Можно согласиться Можно согласиться Что это есть Но С другой стороны Я хочу сказать Что в церкви Свечка Вот так Вот так Понимают Которые Которые уже На себе Много Что испытали Они Так В личных беседах Говорят Ты знаешь Это вот Наши древние Все-таки Вот Оттуда пришло Да Вот Алексей Тоже здесь Да Поправлю Что Слово Символ У нас есть Понятие Знак И знамение Вот это Наше Это наше Понятие Знак И знамение Знак Это знаю Понимаю Как говорится Веду туда Куда надо Знамение Это то Что Дает Бог Какой-то знак Опять же Но мы Его не можем В полной мере Понять Мы не можем Его понять Более Люди Высокого уровня Не поймут его Для них он Знак Будет Для нас Знамение Поэтому Слово Символ Это чужое И неясное И непонятное Лучше его Не употреблять Вот И я согласен Да Это вопрос О словах И я согласен И я согласен И я это Сам знаю И понимаю Что В русской Православной церкви Она насыщена Практически Только внешняя Оболочка Она Так скажем Вот Заимствована Не заимствована Это вообще сложно Говорить А все Внутреннее Содержание Духовное По большому счету Это Исконное Наше Родное И к этим вещам Нужно Относиться Так скажем Вот Я вот так вот Относился Нужно понимать Где Стоит Как говорится Граница того Что можно принимать А что Что нельзя Потому что Запад Хоть и состоялась Эта встреча Как говорится Патриарха И Папы Но Запад Нас Всегда считал Язычниками Русскую Православную церковь Запад Считал Язычниками Вот Как Допустим Он считает Армянскую Грузинскую Церкви Как говорится Автокефальные Древние церкви Языческими Так и русскую Православную церковь Потому что Многие обряды И содержание их Оно Насыщено Идеями Родноверия Идеями Как говорится Русского народа Ну Исходя из всего Что сказано Здесь можно подвести итог Все-таки Если Скажем так Институт церкви Он не приветствует Изначально Официально вернее Официально Мы не берем Ввиду старцев Официально Он не приветствует Какие-то Родноверческие Вот такие вот Взгляды на жизнь Обереги Все остальное В этом случае Просто купить В лавке Церковную свечку Принести домой И использовать Как оберег Но это как минимум Опять же Повторяю слова Как минимум Это противоречие некое Ну ладно В общем С этим мы разобрались Идем дальше Очень часто Сейчас Слышим И видим Такие моменты Там В ютубе Это ролики Вот кого-то там Раскрестили Какой-то Ранее Например Священник Или воцеркленный человек Разобрался Что церковь Это не его И он приходит К староверам Или к родноверам Или еще кому-то И говорит Вот раскрестите меня И он начинает Раскрещивать И в связи с этим Связан вопрос От Владимира Павел Иванович А обряд Раскрещивания Это что Вымысел Да Вопрос интересный Вопрос интересный И в общем-то Не бесполезный Я По этому вопросу Могу сказать Следующее Что Сам Сам обряд Крещения Это есть Приобщение Человека К всему миру Вот Я уже об этом Достаточно подробно Говорил Что Обряд Именно Речения И крещения В русской народной культуре Поветуха Покрестил И все Все Это считается Законным Есть Имя Есть человек Есть крестные Которые дальше Ведут человека По жизни То есть И вот в этом Отношении Если обряд Крещения Совершили Как говорится В русской народной Культуре То Приобщили К русской народной Культуре К русскому духу Приобщили И Зачем нам выходить Из русского духа Встает вопрос Нет смысла выходить А если ты хочешь Стать баптистом То конечно Тебя надо Раскрещивать Тебя надо Выводить И тебя крестить Нужно по-баптистски Если ты хочешь Перейти Веру Яговистов То Тоже опять же Надо Тебя как-то Выводить Любой обряд Он оставляет В духе Человека Свои Заметки Свои заметки Их можно стереть Но для этого Надо Для этого Надо Как говорится Время Для этого Надо Определенные воздействия Осуществлять И можем выйти Из состояния То есть у нас Многие русские люди Они Не Считают себя Безверующими Хотя Сложно об этом сказать Так сказать Верят они В русский народ И в русский дух И в русского бога И вообще Судьбу русского народа Но они Причастны к нему К ней К этой судьбе Потому что Плод и кровь у них Русская А вот С остальными вещами Уже становится Для них Сложнее Но тем не менее Они находятся В области Воздействия Русского духа И Вывод Из Вот под это Воздействие Он всегда сложный Я думаю Что и русская Православная церковь А здесь Я так понимаю В вопросе звучит Вот это вопрос Раскрещивание Как выход Из лона Русской православной церкви Так скажем Он стоит А Ведь русская Православная церковь Как я уже сказал Она насыщена Русским духом Конечно Есть вещи Которые Там Неприемлемы Для русского духа Потому что Русский дух Это есть дух Который Является Преобладающим Как говорится Духом На этой земле Обладает Светом Истины И выше Истины Не может быть Чем Обладает Русское Самосознание Русский дух Вообще Как таковой Который И от людей Которые люди Русский народ Только напитывается Этим духом Это вот этот дух Истины Он дан Богом Русскому народу Как Бог Дальше посчитает Так и будет Так скажем Поэтому Здесь вот такие Вещи существуют Если ты хочешь Выйти из состояния Русского духа Я так хочу сказать Что и русская церковь Которая Тело Дух Взращивает На русской основе Оно Обладает Определенной Истиной Так скажем Не больше чем Русский дух Сам Но это часть Русского духа Это и важнейшая часть Русского духа Которая сохраняет Многие обряды Обычаи Так скажем Мы просто Зачастую Их не все Ведаем И не понимаем Это наша беда Людей советского Времени И нынешнего Времени А для многих Когда вот Возникали Противоречия Которые Так скажем Были Краеугольным Камнем Тогда вот Появлялись Старобрядцы Когда церковь Делала шаги По пути Сатанизма А никонианство Это есть И я считаю Это шаг в тьму Это шаг к разделению Шаг в тьму Это шаг к разделению Общего духа Русского на части Вот это Никон Это сделал Вот Здесь вот Конечно Мы начинаем Острее ощущать Того Что Вот эта часть Русского Духовного мира Как русская Православная церковь Она подвержена Большему влиянию Темных сил Вот И это мы должны Понимать Поэтому Вот эти вопросы Они Их нужно Рассматривать Отдельно В большой Отдельной беседе И по многим Составляющим Обсуждать И принимать Вот и сегодня Так скажем Встреча Патриарха Кирилла И пап Она вызвала Неоднозначные Так скажем Суждения В среде Православия Так скажем В среде православных Русской православной церкви Ну Старобрядцев Так скажем Но они сейчас Входят в русскую Православную церковь Проклятие с них Русская православная церковь Сняла Что было сделано Во времена Там Семнадцатого века Сейчас это Предворечий таких Нету Явных Многих Ну не все снято Вот То есть вызвало Как говорится Такие отклики Вот мы должны Эти вещи понимать И видеть Так скажем Поэтому-то И русская народная культура Она является Самодостаточным явлением Которое стоит Над Всеми Как говорится Церквами Над всеми конфессиями Которые Укрепляются иногда На теле русского народа Вот так я отвечу Мало того Сейчас Некоторые представители Русской православной церкви Подписали договоры Создание новой Мировой религии Которая там Не все так однозначно В их уставе В этой религии Ну ладно Отдельный разговор Перед музыкальной паузой Хочется еще отметить Что когда мы говорим О том Что если уничтожается Русский язык Слова коверкаются И привносят Что-то иностранное То в этом случае Мне вспоминается Один разговор Со священником Русской православной церкви Где ему был задан вопрос Если вы говорите Что вы русские То почему тогда И вы родитесь за Русь То почему тогда В ваших службях В ваших Именно-речениях Ну точно На крещениях Присутствуют Иностранные слова Иностранные имена И греческие И иудейские И так далее Ну вот так Ну это традиция Но традиция традиции Но ведь вы же сами До этого тоже самое говорили Что русский язык Забит иностранными словами А любое иностранное слово Нанесет свой отпечаток Уничтожает родное И потом был еще один задан вопрос Тоже так приватный Его спросили Как вы относитесь к тому Что например Вот ваш род Будет ну скажем так Смешиваться с другими родами Не из вашей расы Батюшка так возмутился Сказал Ну я не допущу этого Мои дети Вот они белые Они должны оставаться белыми Ему говорят Ну как Вот например Китаец придет Вашу дочь Замуж возьмет Или там Ваш сын возьмет негритянку Нет-нет Такого не может быть Это я не допущу А тогда ему кто-то Из зала встал Спросил А если китайцы Негр будут христианами Он такой Ну Как-то там вот Стал так Он говорит Ну как же Тогда вы получается Не христианин Тогда вы идете Против христианства Поскольку Имени там сказано Если ты мне брат Или сестра Восхристе То тогда И так далее С одной стороны За чистоту Этот батюшка выступал Русского языка И русского Вообще всего и ратовал И вот так Он таким Националистическим Подходом Отличался Но с другой стороны Получается Что он противоречил Именно канонам христианства Ну это как дополнение К тому что мы сейчас Говорили Чистоте И перед музыкальной паузой Хочу еще тоже Одно слово сказать Что До этого мы слушали Красивые Приятные песни И всем они понравились Насколько я понял Из чата Напомню Что Эта песня Там ее угадали Чат Это Евгений Мартынов И Анни Вески Исполняли А сейчас будет песня Которая четко нам показывает А что происходит В том случае С детьми Если Нарушаются Наши коны По коны Из коны Законы Вот давайте послушаем Может быть Кто-то Свои мысли По этому поводу Напишет В эфире Народная Славянская радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 11 марта 2016 года По одному из старинных Десятый день Месяца пробуждения природы 7524 лета Седмица Говорим мы про Родокон младенчества Законы русского духа Кутенков Павел Иванович Главный соведущий Автор книги О которой Мы уже неоднократно Здесь говорили Издательство Родович Которая была выпущена И отвечаем мы На вопросы Которые поступили В чате А мы решили Это называть Или горница В избе Народного Славянского радио Или круг Кому как нравится И вот Один из таких вопросов Поступивших Звучит так От Олега Из Авруры В какой местности Были собраны Эти обряды Неужели Мать Может сглазить Своего ребенка Спасибо за вопрос Закон русского духа В обрядах Среди восточных Славян Вообще закон Русского духа Он открыт На основе Материала Которые Собирала Наука В 19 Столетии Материалы Которые Изданы Материалы Которые Не изданы 19 Столетия Материалы 20 Столетия Материалы 21 Столетия Они собирались По всем Восточным Славянам Лично я Работал Так скажем По всей Руси Великой И в том числе На Украине Если брать Мои личные Исследования Они составляют Достаточно Большую долю Но они Так скажем Просто Некоторые вещи Более обнажают И более проявляют Потому что Исследования Носили определенный Так скажем Характер Когда я уже понял Что Это Есть закономерности Имеются закономерности Они проявляются Во всех отношениях Вот Это вот По источникам По этому источнику Восточные славяне Очень обширные В законе русского духа Там Большой корпус Источников Приведен С ними можно познакомиться Приобретя эту книгу Она сейчас В доступе И цена Совершенно Как говорится По нынешнему По нынешним меркам Смешная Небольшая Теперь По сглазу матери Это более существенный вопрос Ну вы знаете От того Что человек Обладает Сильным взглядом Отец он Или мать От этого Не влияет Ведь Если человек Так скажем Что-то делает Хорошее Или что-то плохое В отношении чего-то Ну Можно так сказать Вот Привести пример Так скажем Из области Вот Металловедения Да Допустим Льет Столевар Сталь Ну нужна вам Какая-то марка Лития Вот он Добавляет Так скажем Делает Высоколегированную Сталь Моливден Вольфрам Нехром И прочие Добавки Серебро Там добавляет И так далее И так далее И получается Сталь То что он хочет Он ее льет Он ее выливает Или кузнец Когда кует Дамасскую сталь Он ее кует Он закладывает Он делает Вот он Влияет Точно так же И мать Понимаете ли Взаимодействие Закона русского духа Отношения Матери И дитя Она основана на том Чтобы дитя Стало Самостоятельным Самостоятельным Или А можно сделать так Что ее Ребенка Привязать к матери Или только К отцу Привязать Но к отцу Это сложнее А можно к матери Привязать так Что ребенок Будет До 50 лет Детем Вот Так скажем Это тоже возможно Русская народная культура Эти вещи знает И достаточно широко А сейчас они особенно Так скажем Когда Человек потерял Знание Русского закона От него Отняли Не потерял А отняли у него Эти знания У нас получается Мужчина 50 лет Он еще ребенок Ему еще Как говорится Ходит за мамкой Он Не имея ни семьи Ни детей Ну По русски Это говорят Трутинь Да Вот Поэтому Вопрос Воздействия Вопрос Воздействия Биополей Которое Сегодня уже Достаточно Хорошо изучено Вопрос Воздействия Других Как говорится Человеческих Возможностей Он может быть Не совсем изучен В науке Но он Хорошо Известен В русской народной Культуре А русская Народная культура Это полнота Бытия человека Это полнота Знаний о мире То что было Известно Человеку Говорят Тысячи Тысячи лет Наука Наука До этих Вещей Только Доходит Поэтому Тут Я не вижу Никаких Сложностей Что и мать Может испортить И отцу Категорически Вообще Запрещалось Определенное Количество Дней Смотреть На дитя Потому что Это все Возможно Хорошо Хорошо Так дальше Следующий вопрос Енисей Рассен Задал И он звучит так Стол Это ладонь Бога И во многих Традициях Наоборот Нельзя ставить Ребенка На стол Чреваты Проблемы С опорно-двигательной Системой И речью Ну Я не вижу Вопроса Здесь Мы не говорили О том Что ставить На стол Мы говорили О том Что пеленать На столе Что ребенка Пеленает На столе Потому что Это место Находится Под защитой Святого угла Все что там Находится В этом святом углу Она намоленная Это место Она сильная Это место В избе И Это так Вот Русская народная Культура Распределуется Мы можем Каких-то вещей Недопонимать Что-то Я недосказал Что-то Так скажем Мы Так скажем Сами не воспринимаем Но Это такое и есть Вот Такое и есть И от этого От того Что Так скажем Мы не понимаем Это Как говорится Вопрос нашего С нами Вопрос нашего Роста Духовного Не более того Я хочу от себя Тоже уточнить Ведь здесь На самом деле Не было разговора О том Что ходить По столу Был разговор О том Что класть Пеленать На столе Еще мы Не забываем Что во многих Родах Существует традиция Когда на стол Ставят продукты За ним едят На него На этот стол Как на ладонь Богу Кладут ребенка И кладут покойника Да Совершенно правильно И покойника Кладут на лавку И на стол Именно исходя Из того Что передний угол Что именно Вот это Самое защищенное Место Которое Защищает Душу Человека Уходящего Из этого мира Так что здесь Противоречий Я никаких не вижу Хорошо Дальше Следующий вопрос Енисей Россия Зачем нужно было Лишать себя волос Постоянно Если это Связь с космосом Ну то есть Постригать Там Заворачивать Воск И так далее Ну мы Вопрос Как бы Не совсем До конца Прояснем Но Тогда Я отвечу Так как Я его понял Выстригали При крещении При крещении Это делали Кстати говоря И священники И бабки Вот Выстригали Крестообразно Крест это Знак защиты А вот То что Гадать Я уже сказал Это вопрос Такой Достаточно Сложный Это вопрос Достаточно Сложный Но Вообще Постригать Вообще Постригать Так скажем Человека Снимать Для обновления Для обновления Для того Чтобы его первоздавное Как говорится Ушло И было больше Возможности Получать В связи Как говорится С усилением Роста волос Тех же Вот Потому что После стрижки Ну это я уже Перехожу на естественное Вот такое Такое Так сказать Объяснение Потому что После стрижки Они больше Начинают расти А То что вот Нельзя До трех лет Его вообще Так скажем Это мы говорим О постригах Да Там Постриги Это только-только Ведь волосики касают Это не значит Что его постригают Полностью Это немножко Он отрезали Прядь волос Вот и постриг состоялся И провели обряд его Так скажем Вот этот Собрали родственников Отметили Что он год Как говорится У него Ему исполнился Или три года И В руссконародной культуре Не говорится О том Что его полностью Постригали А постриги Постриги Это вот его Немножко Как говорится Отрезали А когда Бояр Там могли Отрезать И Кусочка От той же Бороды Обрезать Как говорится Не обязательно С головы Но это тоже Все равно Власы Они везде Власы Поэтому это Не нарушало Такого Миропорядка Но вот До года Это вообще Было Неприкосновенно Так скажем Хорошо Поступила реплика От Владимира Змытища Жаль что Соведущая Не дает точную ссылку На источники информации И не дает сравнительно Сценка по источнику Как это делала Жарникова Ну то есть Вот в такой-то губернии Делали вот это В такой-то области Делали вот это Ссылки на область И тогда Будет проясняться Наверное Для наших радиослушателей Где были взяты Те или иные обряды Традиции И так далее Это как пожелание Можно рассматривать Да Спасибо за вопрос Спасибо за вопрос Просто Насколько я сейчас могу сказать В работе Она передо мной лежит Вот в работе Не знаю Здесь я источники Пронумеровал Не пронумеровал Но вот источник У меня тут Да Указано На 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 386 409 Вот порядка Так скажем 25 страниц Вот указаны Все источники Да Так скажем В самом тексте Книги Там все Изложено Не то что По областям Там изложено По селам И какая Женщина Какого года рождения В каком селе Что она говорила То есть Ну в передаче Нет возможности Нам Излагать Вот столь подробно Так скажем Если я начну Излагать И читать Эту книгу Так скажем То Нужно только По родокону Младенчества 5-6 передач Делать Тогда мы сможем Так скажем С ней разобраться Поэтому Нужно Приобрести книгу Посмотреть И там написано Все в строгом Соответствии С тем Как излагается Не только Жаренького У Жаренького Вообще Если уж говорить Святая Масильная Царствие Небесное У ней достаточно бывает Иногда Большие обобщения Потому что Она занималась Столь обширной темой Которую Она смогла Поднять Индоевропейца Славянство А закон Русского духа Он значительно Уже Значительно Уже И там Я останавливаюсь Дохожу Не только до Крестьянских Родовых культур Но до Кажего человека Какой человек И что он сказал Если это Среди не собирал Я А если это Взят из источника То указан Источник Номер страницы Номер издания Ну то есть Все так Как требует Научное Так скажем Освещение Вопроса Хорошо Вопрос от Фир От Олега Из Иркутска Павел Иванович Как Вы Относитесь К современному Обряду Крещения Младенца В РПЦ Замазывание Миром Энергетических Центров Ребенка В частности Родничка Родового Столба Связи с родом Щуром Паращуром А также Проведениями Молитвы На нерусских Обряда Благодарю Как я отношусь Я отношусь Так что Считаю Что Обряды Погружения Должны Выполняться В Роду Должны Выполняться В Роду И должны Выполняться В тех Так скажем Выполняться Теми действиями Которыми Они нам Известны Если же Проводятся Те обряды Которые Закрывают Доступ Человеку Божественной Благодати То конечно Эти обряды Желательно Не принимать Вот договоритесь Наложат на вас Анафему Хорошо Следующий вопрос Эфир от Андрея Из Екатеринбурга Про Макош Расскажите Когда для ребенка Формируется нить И еще раз Андрей задает вопрос Из Екатеринбурга Про Макош Расскажите Когда для ребенка Формируется нить Ну вот здесь Упоминались Лада Леля Полея А еще Существует Макош У нее дочери Доля Не доля Или еще называют Мокош И Среча И не Среча Вот Понимательно Есть разные народы Славянские Есть разные народы Славянские Есть разные Ипостаси Бабы Божественные Да Вот есть Творец Вседержитель Ну Славян Он называется Иногда Род Иногда Свара Вот Имя Так же Как и у других Богов У других Как говорится Конфессиях Свои имена Богов И зачастую Несколько Так У нас Самый Да Вот Творец Его Божественная Ипостась Это Баба Баба То есть Это имя Собственное Да Ну Я обычно Объясняю Так Вот Есть Брахман В индуизме Такой Древний Первобог Вседержитель И есть У него Творческое Начало Шакции Такое Вот Сотворяющее Начало Проявляющееся Во многих Как говорится Стармах Бытия Она творит Не Брахман Творит Она Шакция У нас Вот творит Баба Вот у Баби Много Очень проявлений Очень много Проявлений И Макош И Лада И Леля И Полеля И Доля И Недоля Но это уже более низкие проявления Они все связаны С творческим началом И собственно говоря Мы Бабу Свою жену Называем Бабой Потому что она творит Не мы творим Не мужчины творят Не отец А творит Баба Есть Баба Есть Род Нет Не будет Рода Вот Поэтому Судьба Судьба Так скажем Когда девка Придет Нить Придет Нить И Находится В хорошем Правильном Не в хорошем А в правильном Настроении В правильном Умонастроении В правильном Чувственном Настроении В правильном Обряном Состоянии Она Вот Сотворяет Вот эти нити Которые В дальнейшем Приведут К тому Что будет Получена Та душа Которую Она и спрашивала А уже душа будет определять Возможности Многие возможности человека При правильном отношении родителей И окружающего мира Вот так вот Меня здесь поправляют в чате Что анафему Не налагают Анафеме предают или подвергают Благодарю за уточнение Хорошо, то что называется хрен редьки Неслаще Дальше, вопрос в эфир от Данила Здравия соведущим, Павел Иванович Обязательно ли санитарно-гигиеническая обработка Стирка породовых вещей Матери или отца При использовании в последующих родах Заранее извиняюсь за дотошность и конкретику Благодарю за ответ Нет, вопрос совершенно правильный Вообще родовые вещи Многие родовые вещи Не только детские Но и другие родовые вещи Особенно связаны именно с родом Если только касаться Не будем непосредственно Вот этих связанных с родильными А родовыми вещами Допустим, панёва Красная панёва Или там панёва Которая предназначена бабе Для ношения в её родовом В родославном состоянии Там от времени замужества До сорока лет Вот Рубахи Запаны, шушуны, шушпаны Пояса Вот эти все Именно Времени родославия Они никогда В общем-то Не стирались Не стирались Ну Вот я уже говорил об этом Что не питая вода Она Обладает свойством Разрушать Так скажем Нечестивых Вот Нечисть Очищать Тело Но Вода точно так же Может воздействовать И на все остальные Так скажем Каким-то образом Умолять их Воздействие Поэтому вещи Эти И родильные Вот За ребёнком Ухаживали пелёнки Ну Обосрал он Обосрал Что там детское В печёрку сунули Высохло Потом её Потёрли Встряхнули И всё Ну уж если уж слишком Он, как говорят, загадил Тогда стирали Тогда, конечно, стирали Вот Но Допустим Крестильные вещи Крестильные Вещи В которых проводился Обряд именоречения Конечно Эти же вещи В семье Допустим Там много детей Обычно Так скажем Восемь Девять Пятнадцать Вот Всех Именорекали В одной рубашке И её никогда Не стирали Потому что Всё естественное И всё, как говорится И на тонком И на видимом Невидимом уровне Она взаимосвязана И воздействие Таких сильных Вещей Как говорится Очистительных Как вода Она Освобождала Не только от мечты Но она Затрагивала Более тонкие слои Поэтому Как говорится Когда мы Есть такая Обработка металла Пестрастройка Вот песком Какой-то чистят металл А это возможно Там очень хорошая Очистка идёт Ну снимается Более Так сказать Слои Которые несут И в этом металле Как говорится Полезная нагрузка А не счищается Поэтому Пестрастройки В определённых Как говорится Действиях Просто считают Её Ну излишней Шли Она ослабевает Металл Так и здесь То же самое Стирать Лучше Не стирать Здесь Развиваются Такие интересные События У нас В избе нашей Горницы В избе Читаль По поводу Баба Вот у нас Есть поморы И они говорят Если бабой Назвать жёнку То это оскорбление Для всего дома И дальше Другие Пишут Что бабой Называли Тогда Когда уже Женщина родит Мальчика Это называли Молодкой Вот по этим Традициям Есть какие-то Соображения Какие-то мысли По поморской Где бабой Не принято Было называть Как минимум Не принято И о том Что до тех пор Пока не родила Мальчика Называлась Молодкой А не бабой Ну Вопрос Очевидный Здесь Начнём Со второго Во-первых Мы В прошлый раз Говорили Но вообще На свадьбе Мы будем Это более подробно Рассматривать Но сейчас Коротко скажу Что конечно же Покуда не родит Она молодуха Молодка Молодуха Молодайка Много названий У неё Она не баба Вот В ряде Искней В ряде Крестьянских Родовых Культур До тех пор Пока не родит Она девочку Или мальчика Она Не баба Она Так выходит Она Невесткой Или молодухой Вот так она и бегает Молодухой Пока не родит Того Что в роду Установлено Ну Там это Во многом Определялось Преобладанием В этих Крестьянских Родовых Культурах Мнением Или мужчин Или женщин То есть Бабы Если бабы Считали Что они Должны Дать Как говорится Породить Себе Подобное И Заложить Основу Продолжения Дальнейшего Рода То вот Девку Надо родить А если Как говорится Преобладало Мужское Так скажем Право Да Род Вот И Так это В руссконародной Культуре Вверх Всегда Как говорится Во внешнем Мире Это Мужчине Принадлежало Поэтому Считали Мальчика Родила Стала Бабой А нет Они бабы Это Общеизвестные Вещи Которые Вы Откроете Закон Русского Духа Там про Эти По-моему Я тоже Писал Но Об этом Много Написано Теперь Про Про Поморов Ну Надо Понимать Что Поморы Это Старобряцы Да Старобряцы Это То Крыло То Крыло Русского Народа Которое В определенной Мере Когда-то Очень Сильно Восприняло Так скажем Христианство В его Не в самом Иногда Лучшем Виде И Она Торгала Если Вот Мы Обратимся У нас Вопрос По-русскому Северу Допустим Апамор Это Русский Север У нас Вопрос Стоит С Паневой Была ли Там Панева Или Нет Но Я считаю Что Там Была Панева Потому Что Много Явных Признаков Указывающих На Это Но Панева Это Вообще Это Знак Родноверия Это Знак Родноверия Это Все Пути Дороги Женского Начала В этом мире Было Но Когда Стали Вводить Догматы Чтобы Утверждать То Чего Было И чего Не было Так Скажем То Произошло Столкновение Исконного Так Скажем С На Сны И Вот Это В этом На Сном Слово Баба Священные Понятия Для Каждого Человека Баба Мать Стали Заменять Понятием Женка Вот А Я По Русскому Северу Ездил И Достаточно Долго В общем Могу Сказать Что Там Слово Баба Тоже Используется Вот Я Даже Особо Интересовался Этим Вопросом Да Женка Женка Да нет Баба Вот Потом Говорят Баба Тоже Использовалась Потому Что Женка Это Вообще Такое Слово Как бы Оно Вроде Как бы Женщина Но Женщина Это Неродославное Состояние Это Неродославное А Баба Да Это Творящее Начало Это Творческое Начало Это Вообще Верховное Творящее Начало Выше Нету Это В каждом Народе В каждом Народе Существует Такое Понятие И У русских Она Это Баба Потому Что Это Гордо Это Сильно А Как Можно Вообще Назвать Женское Начало Каким Словом Можно Обозначить Чтобы Она Была Выше Божественного Творческого Начала Нет Таких Слов Мужик Это Мужик Вообще Мужик Это Человек Это Просто Мелкий Человечишка А Баба Это Богиня Вот Когда Мы Будем Эти Вещи Понимать Тогда У нас Не Будет Возникать Таких Вопросов Я Считаю Это Невразумительный Вопрос Хотя Это Христианизированный Вопрос Достаточно Сильный С Неудших Позициях Христианства Вот Так Да Если Вы Видели Что Сейчас Творится Что делать Если Все Обыча Были Не Учтены И Ребенка Видели До Года Соседи С полугода Когда Ребенок Научился Сидеть В коляске На улице Ведь В наше Время В отсутствии Собственного Участка Сложное Ребенка Никому Не Показывать Иногда Просто Уезжают На дачу Например И Снимают Дачу Или К родственникам И там Живут Чтобы Был свой Участок Продолжаю Читать Ситуация На сегодняшний день Такова Что Ребенок Очень Капризный Также Во время Беременности Первая Половина Была Чудесная Вторая Половина Сопровождалась Постоянными Репликами Знакомых Как Я Смело Забеременеть Третьим Погодкой Возможно Что Это Что Непонятная Мне Зависть Но С этого Момента Беременность Протекала Очень Неврозно И Как Итог Очень Неспокойный Ребенок Мальчику Два с половиной Года Некрещеный Кому Обращаться За помощью Благодарю Спасибо За вопрос Ну давайте Так Скажем Скажем Так У нас Идет Со мной Разговор Идет Как С Исследователем Русской Народной Культуры Да Я Не принимал На себя Чины Священчества Не Жречества Вот Но как Исследователь Я могу Ответить На этот Вопрос Следующим Образом Что Ситуацию Можно Поправить Можно Поправить Так скажем Нужно Посмотреть Насколько Ребенок Если у него Душа Истинная Если у него Есть душа Истинная А это Будет Подрастать Это будет Видно По ребенку Вот Тогда Нужно Помогать Этой Душе Помогать Можно Только Молитвами То есть Молиться Богу Молиться Богу Вот Во-первых Еще Три года Его не надо До трех Лет Вообще Ребенка Как я уже Сказал На этом Стоит Закон Русского Духа То есть Его Ну Закон Он Есть Закон Его Там Принимаем Мы Не Принимаем Значит Получаем Тогда То Как Говорит Удар Судьбы Поэтому Нужно До трех Лет Ребенка Нужно Оградить Насколько Это Возможно Настолько Это Нужно Делать Его Оградить От чужих Взглядов Чтобы На него Чужие Не Смотрели И Молиться Богу Молиться Богу Просить Бога Чтобы Бог Как говорится Дал силы Возможности Поставить Сына Так Скажем Ну Как Просить Чтобы Вернул Его В русло Нормального Развития Божественного Развития Человеческого Как Это Положен Человеку Идти По своей Судьбе А не По судьбе Как говорится Навеянной Темными Силами А то Что Погодки Сейчас А то Что Погодки Вот Ну Это Не Совсем Хорошо Потому Что Роженица Должна Окрепнуть Для того Чтобы Зачинать Новые Души Чтобы Принимать Себя И Этот вопрос Тоже Может Сыграть Погодок Рожать Не Очень В русской Народной Культуре Это Не Приветствуется Вот Именно Исходя Из Закона Роженица Сегодня Закон Роженица Дает Нам Возможности Пояснить Почему Нельзя Рожать Погодок Ну Родились Родились Главное Чтобы Был Зачат После Сорокового Дня Все же Потому Что До Сорокового Дня Зачатие Категорически Воспрещено Это Самой Роженицу Будет Мешать И Ребенку Поэтому Здесь Надо Посмотреть Какой У вас Погодка Если Есть Нарушение Значит Нужно Ити К сильным Людям Которые Вы Зачали До Сорокового Дня Значит И Нужно К сильным Людям И Как Говорится Простите Вразумительные Советы По этому Повторим К старцам Монастырей И Еще Как я Сказал Жрецам И К русским Они Вам Помогут Хорошо Мы Немножечко Протянулись Музыкальной Паузой Я думаю Ничего Страшного Потому Что Ответ Прозвучал И Теперь Пришло Время Послушать Музыку А Мы Может Закончим Или Как Там Еще Есть Несколько Вопросиков Небольших Как раз Мы после музыки Их озвучим И будем Заканчивать В эфире Народное Славянское Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Переходим В заключительную Стадию Последние Вопросы Дочитываем Напомню Что Сегодня У нас 11 марта 2016 Года Пятница По одному Современных Календарей По одному Старинных Десятый День Месяц Пробуждения Природы 7524 Лета Седмица Родокон Владенчества Закон Русского Духа Тема Сегодняшнего Эфира Главный Сведущий Кутенков Павел Иванович И чтобы Не затягивать Переходим К последним Нашим вопросам Как я обещал Ингварь Вопрос в эфир Насколько я понимаю Христиане Просто не признавали Крещение В чужой конфессии Крестили по-своему Откуда же Обряды Раскрещиваний Где же их Описание В богословских Книгах Хорошо Спасибо за вопрос Я бы хотел Коснуться Продолжение Во-первых Вопроса Женщина Задавала Насчет Дитя Я может быть Немножко слукавил Я хочу сказать Что Человек Который Пишет Книги И Так скажем Выступает С определенных Позиций Народной культуры Конечно Он уже Берет на себя Обязанность Что-то нести Так скажем Поэтому Может быть В этом отношении Я и не совсем Прав Так скажем Что совета Давать или не давать Но вот Давать советы Только с позиции Именно Народного Знания Который Я исследую Который Я изучаю И который Считаю Что я Может быть Что-то Узнал Больше Чем Обычный Человек Ну По крайней мере До тех пор Покуда я не занимался Русской Народной Культурой Имея кучу Дипломов О высших Различных Образованиях Я просто Не касался Этого вопроса Поэтому я Подозреваю Что огромное Количество Людей Точно так же Не касалось А когда заинтересовался Я увидел Что это Большой пласт Науки Культуры И вообще Это русский дух На чем мы стоим Поэтому С этих позиций Я думаю Советы Можно Высказывать Свои Мнения По этому поводу Вопрос Опять звучит Расчет Раскрещивания Я Не Занимался Вопросами Раскрещивания И не занимался Исследованием Соотношения Взаимоотношений Конфессии Так скажем Если же Брать вопрос Крещения Вопрос Крещения То Непосредственно То Позиция Русской Православной Церкви В этом отношении Она достаточно Несрого Очерченная На какой день Крестите Вот Так скажем На восьмой Или на сороковой Или день Вот Это в общем-то Так скажем Ну Нет здесь Четкой ясности Хотя Есть определенные Установки Если мы Посмотрим По старобрядцам По старобрядцам Вот Которые Несут Более Древний Пласт В отношении Так сказать Существующей Русской Православной Церкви Которые Какие-то Части Может быть Старобрядчества И не вошли В лоно Русской Православной Церкви Там У них Тоже Единство Поэтому Вопроса Нет Есть Есть Вопрос Есть Старобрядцы Которые Вообще Крестятся Подходя К концу Жизненного Пути То есть Обряд Крещения Не С самого Начала Не Являлся Обрядом Приобщения Так Скажем К вере Или К невере Это Было Средство Средство Воздействия На Человека Конечно Она Сопрягалась С верой Конечно Потому Что Человека Нужно Направить По Правильному Пути И Это Было В рамках Народной Веры Народного Православия Или Русской Православной Церкви Это Так Воспринималось Но Это Как Говорится Решение Было Вот Она По-разному Осуществлялась Можно Было На Первый День Природа Крестить А Можно Было На Последний День Жизни Пребывания На этом Свете По Сути Дело Расхождения Ничего Нет Душа Уходила Она Куда Вот Она Уходила Вот Это Вопрос Когда Мы Будем Обсуждать Мы Обсудим Куда Душа Уходила То Вот Это Снятие Определенных Установок С души Человека С душ Человеческих И Направление Его По более Правильному Пути По нужному Пути Для его Рода Для его Народа Для Бога Для судьбы Выполнение Судьбы Которая Предназначена Русскому Народу Которая Держит Свет На этой Земле Я Вот Смотрю Вот С этих Позиций На этот Вопрос Ну Собственно говоря Также И смотрит Русская Народная Культура Хорошо Еще Несколько Вопросов Возвучим И уже Вопросы Больше Не принимаю Сразу Предупреждаю Чтобы Не затягивать Эфир Геннадий Ствери Пишет Прошу Извините Был занят Слушал С перерывами Если у мамы Нет молока Или оказалось Отказалось Кормить Грудью Чем Кормить Ребенка И со Скольки лет Нужно Давать Ту Пищу Что Ешь Русская Народная Культура Стоит На тех Позициях Что Младенца Надо Кормить Естественной Пищей Это Первое Молоком Роженицы Кормили Обычно До Года В других Христианских Родовых Культурах Допускалось Кормить До Полутора До Двух Лет До Трех Лет Обычно Говорят Два Поста Великих Нужно Откормить Три Поста Трехлетие Это крайний Срок До Которых Можно Кормить А так Два Поста Откормил Полтора Года Получается В среднем И все Нету Молока Все Может быть В русской Народной Культуре Брали Молоко Других Рожениц Если Такие Были Допустим Допускалось Молочные Братья Молочные Сестры Нету Значит Естественная Пища Естественная Пища Это Хлеб Так Скажем Хлеб Ржаной Хлеб Пшеничный Которые Как Говорится Жевали Размякивали И давали Ребенку Сосать Но Пища Должна Быть Естественная И Легкая Мясом Кормить Естественно Младенца Нельзя Вот так Хорошо Владимир Размитич Это вопрос Скорее всего Даже Реплика Павел Иванович Ну теперь Точно Вашу книгу Куплю Прочитаю Супруге Скажу Ее читать Спасибо Дальше Ингварь Вопрос в эфир Традиция Крещения Предусматривает Сокрытие Обряда От родителей Как же Можно В роду Все это Делать Это же Уже Секта Какая-то Получится Я не совсем Понял вопроса Так скажем Но если Насколько я понял Вопрос Сокрытия Во-первых Если обряд Крещения Которые проводили Именно Речения То Имя Которое Вопрос Здесь Создает Если В имени То Имя Которое Давали То Давали Родители И Знали Только Родители И Поветуха Все Вот три Человека Которые Отец Матери Поветуха Знали Истинное Имя Потом А так Его называли Каким-то Другим Именем Потому что Вопрос Имени Это Вопрос Воздействия На Человека Вот Но При Самом Обряде Именно Речения Мать Никогда Не допускалась Ввиду Своей Нечистотности Если Ребенка Естественно Именно Рекали До Сорока Дней Ну И до Года Так скажем В любом Допускали Так что Я здесь Как-то Может быть Что-то я не уловил В вопросе Или он Не совсем Был досказан Понятно Хорошо Вопрос Эфир Женщина Богиня А мужик Просто человек Это же Как Кошке От собаки Родить Котенка И щеночка Что-то не сходится Такая реплика Ну Я на реплику На это отвечу Все сходится Понимаете Нет В природе У Бога Все Как говорится Устроено Так Как это есть Понимаете Нет Вот Баба Это творящее Начало А человек Человек Это управляющая Как говорится Суть На земле Вот так вот Бог распорядился Посмотрите Как говорится На пчелок Там вот Пчелки Кормят 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 Этих Трутни А что Трутни От этого требуется А трудни Требуется Только одно Он совокупился С маткой И все И он погибал После этого Вот он Для чего его Кормили Как говорят Могли кормить Все лето До тех пор Пока он Не совокупится Понимаете А у человека Вот так вот Распорядился Баба творит А муж Управляет Этим вопросом Потому что Так вот Бог распорядился И этот вопрос Он достаточно Тонкий Почему муж Управляет Но он Есть человек Он не творящий Начало Творящий Начало Баба Она за душами Ходит Она душ Получает Она с ними Работает И не каждый Человек Имеет возможность Проверить мышление Своей жены Но от мышления Жены От ее мыслей Зависит Продолжение Рода Этого мужа Поэтому Вот свадебный обряд О котором Мы будем говорить В следующий раз Он очень Здесь важен Является Как говорится Основополагающим Продолжение Рода Поэтому все сходится В руссконародной культуре И закон русского духа Он Ну нужно посмотреть Всю книгу Почитать Чтобы Понимать эти вещи Я думаю Вот Те Так скажем Выступления Которые я делаю Они Не все раскрывают Если ты знаешь Тематику Да Они какие-то вещи Обостряют А так нужно читать Книгу Нужно читать Нужно вникать Нужно читать Не только закон русского духа Нужно читать Как говорится Пояснение к нему Тогда будет все понятно Хорошо Ну вот все вопросы Которые поступали Я зачитал Еще о себе хочу уточнить Буквально два вопроса Коротеньких Чтобы нам уже Как-то закончить Уже По мыслям Да Вот так упорядочить Мы говорили здесь Очень часто Про именно речение Имя есть Семейное Имя есть Общинное Имя есть Младенческое Имя есть Тайное То есть Младенческое Это когда ребенку До определенного возраста Давалось временное имя А потом Когда он подрастал Давалось Уже постоянное имя Вот в чем Разница этих имен Вообще Встречаются Такие понятия Семейное Общинное Младенческое Тайное Ну вот То что Как говорится Ты сейчас говоришь В руссконародной Культуре Я с такими вещами Не встречался В руссконародной Культуре Существует Вообще В культуре Существует Понятие Исконного имени Тайного имени Которые Даются Младенцу Есть Общее Такое Семейное Общее Родовое имя Под которым Его знают Все Вот Собственно говоря Вот эти два имени Они широко известны А Так В русской Народной Культуре Она конечно же Возраста Отмечает Именами То есть Вот тоже Своё имя Как говорится Он растет Там Витенька Серёженька Вот Там А потом он Витя Или там Витёк Потом Витя А потом Уже Виктор Иванович Да То есть Вот уже там С Там 15-16 лет Как только его принимали В Молодёжную среду Женихов У него уже появлялось Отчество То есть Вот Само Вот это Общинное имя Первоначальное Вообще Всем известно Она претерпевала Несколько переходов Которые можно соотносить То что о чём Ты говоришь Хорошо И такой вопрос Который постоянно С передачи Возникает И в этой передаче Тоже Мы так Косвенно Дотронулись До него Коснулись Язычество И родноверие И староверие Это вот Язычество Родноверие Староверие Это одно и то же Или не одно и то же Если одно и то же То понятно А если не одно и то же То в чём разница Вот давайте Скажем так Язычество Это понятие Неясное Непонятное И плохое На понятие Каждое слово Обладает Своей силой Каждое слово Вообще Каждое слово Обладает силой И Русскому народу И каждому народу Дан свой язык Где вот Всякие звуки Имеют свою силу В том числе Вот слова И когда мы Язычество Это в общем-то Не совсем Она русское слово Но она не совсем Приложена Не к тому Она приложена То есть Если мы Обзовём Верблюда Коровой То верблюд Не станет Коровой Или лошадь Обзовём Коровой Она не будет Коровой Или овцу Обзовём Коровой Она не будет От этого А здесь произошло Так вот Что родную веру Нашу родную веру Исконную веру Назвали язычеством И потом Назвав язычеством А это низкий Уровень Понимания Одной Одной из сторон Бытия Народа А его возвели Как бы Так скажем На высшей Ступеньку Приблизили к Богу Сказали Вот это Божественник Самое высокое И начали По этому слову Лупить И лупит уже Века И вот это Слово Наполнили Так скажем Грязью Вообще И не по чину Наполнили Поэтому Она изначально Была Не то Вот есть родная вера Родноверь Она родноверь Вот и Хотите лупить По родноверию Сатанисты Вот Лупите по родноверию Но Слово Родное Слово Связанное с родом Она никогда Не может быть Так скажем Замусорено Замыслено Потому что Как только Мы говорим Слово Род Так мы Сразу Возвышаемся Мы Сразу Притягиваемся К Богу Мы Сразу Тянемся К свету Потому что Родная вера Что может быть Сильнее Родная вера Она есть Родная вера А язычество Это низкое Понятие Это вообще Мало Связано С верой Людей Это С ее Внешней Стороной Связано Вот Поэтому Здесь Вот такие Различия Мы должны Четко Понимать Вот Это Понимание Как Говорят Иногда Даже Говорят Как Грязь Там К золоту Не Пристанет Да Вот Она И Здесь Вот Так Вот То есть Получается А староверия А староверия Это русское слово Она сродни Ну кто Тут Так же Мы Сейчас Окунемся В море Понятий Этих Так скажем В море Мышлений Один человек Так мыслит Другой так Староверы Старобрядцы Столоверы Еще есть Понятия Вот Это все В общем-то Один может Один и тот же человек В это понятие Может Разные люди Могут вкладывать Совершенно Противоположные Понятия Так что Но это не вредные слова То есть Получается так Что родноверие Староверие Это больше все-таки Наши Нежели чем То что сейчас Многие себя называют Язычниками И не понимают Что это такое Так я понял Да Да Совершенно верно Как только человек Себя называет Язычником Это человек Себя опускает К себе притягивает Темные силы Совершенно Внешние Это вот Внешнее управление А внешнее Она не всегда Светлая Вот здесь Есть Определенные грани Которые нужно Понимать Поэтому А когда он Называет Язычество И в наших условиях Когда мы понимаем Что под язычеством Христианство И не только Христианство А и Другие Как говорится Времена Это слово Забили Вот это Я говорю Мутью Грязью Болотом Поэтому Человек Значит Себя отдает На лодку Темным силам Лучше с ним Не связываться Понятно Ну и в заключении Совсем последний Уже личный Мой интерес Размывание рук Обряд Как он проводился Это вообще Долгий обряд Можно так Коротко Сказать Делали вот это Вот это И вот для этого Это короткий обряд То есть в определенное время Когда нужно Было повитухи В основном В эти Ну В сороковой день В любом случае Проводился Вот То есть Собиралось Кто принимал роды Кто принимал роды Вот повитуха Могла там присутствовать Свекровь Там или еще Кто-то какая-то Там могли Две повитухи Присутствовать Поэтому обряд Тут В зависимости Опять же Сколько человек Присутствовал Вот Все они собирались И брали Непитую воду И С определенными словами Так скажем Лили друг на другу Сперва допустим Повитуха Роженицы Потом Роженица Повитухи Потом Брызгали на младенца Непитую воду Потому что Он не мог Как говорят Лить ни тому Ни другому Повитуха Брызгала на него Так скажем И все Как бы Происходило Вот Размывание Рук Происходило Очищение Это обряд Очищения Вода Выливалась После этого Туда Где не ходят Люди Потому что Так скажем Все чисто И не чисто И все Этой водой Сливалось В тазик И Выплескивался Навоз Где Или под Передний Угол Где не ходили Или под Яблоню Как часто Говорят Вот так Вот это Такой обряд Но это Обряд То есть Это вот Внешнее Так скажем Очищение Еще Внутреннее То есть Люди Были готовы Подготовлены К тому Чтобы провести Обряд Размывания Рук Благодарю Ну что ж У нас получилась Довольно цельная Передача Со своим вступлением И логическим Окончанием Правильным Окончанием Слово логическое Тоже здесь можно На русское Заменить Какое-нибудь Да Вот И Наверное Надо Подвести уже Итог Сегодняшний Вот Окончание Уже Сказать Нашим радиослушателям Что-то доброе Вечное Красивое Я хочу сказать Слушателям Уважаемым Сударям Сударыням Что сейчас Идет Масленичная Неделя Что Нужно Все обряды Которые Предписаны Этой Масленичной Неделе Нужно Так скажем Приобщаться К ним Надо Участвовать В этом Обязательно Нужно В прощенный День Это Прощенное Воскресенье Это чисто Наш Русский Народный Обычай Нужно Его Выполнить Потому что Это Один из Главнейших Обрядов Вот Нужно Сходить После Прощенного Воскресенья Кулачных Боев В баньку Очиститься Говорится И внешне То же самое От нечисти И Вступить В постовое Время Это Время Углубленного Самопознания Время Очищения Души Время Продвижения Души Вот Здесь Не надо Допускать Излишества Ни в еде Ни в мыслях Ни в плоских Отношениях Семейных Здесь Должно быть Полностью Воздержание Тогда Мы станем Чище Лучше И Жизнь Наша Пойдет По Так скажем Вот По заведенному И Я вот на эти вещи Хочу обратить внимание Потому что Они мало Известны Ни наука На них Не обращает А ведь Это Обряд Прощания Это главное Мы прощаем И больше Мы об этом Не вспоминаем Ни своим Родственникам Ни друзьям То есть Мы Из души Убираем Часть Вот этого Черного Который У нас Где-то там Таилась И нас Прощает И мы Прощаем И нужно Попросить Конечно Глава семьи Или мать Должна попросить Прощение У земли У природы У окружающих Что мы нанесли Какие обиды Какие неправильные действия За все нужно Простить прощения Это все Снимать себя нужно И вот это Я говорю Что Пост Это конечно Мысли Прежде всего Это конечно Духовное Духовное Познание Самого себя И здесь Нужно уметь Учиться Нашу плотскую Силу Яру Переводить Силу Яру Ярую силу Плотскую Переводить Вот В духовную Это вот Это Вот это Задача Так скажем Прощенного дня И потом Пост Великий пост Это древнейший Славянский пост Который Успешно Перешел И перевезен В православие И он Работает Во благо Русского народа И русского духа Благодарю за внимание Благодарю От себя хочу Дополнить Что У нас сейчас Так сложилось Что же Что существует Несколько вариантов Масленицы Камоедиц Или Красногора Вот сейчас идет То что Принято называть Христианской масленицей Почему Потому что Христианская масленица Она зависит От То что называется Воскресение Господне И поэтому Это вычисляется По Пасхе Там иудейской Там много В общем всяких вариантов Поэтому плавающая Есть Так называемая Языческая Или родноверческая Масленица Есть Более древняя Но так или иначе Все это изначально Шло от Солнечных дней Вот как раз Когда мы смотрим На крест славянский Вот или яргу То как раз Это было Привязано К солнцестоянию К равноденствию Вернее К солнцестоянию И к равноденствиям Так вот В одной из равноденствий Весной Как раз Это и относилось К Красногору Камоедице Масленице Поэтому Если вы Празднуете Христианскую масленицу Я вас всех поздравляю Присоединяюсь полностью К словам Павла Ивановича Соблюдайте Все что сказано Потом не забудьте Попаститься обязательно Если вы соблюдаете Масленицу Красногор Или Камоедицу По более древним традициям То тогда Дождитесь Когда будет Все таки равноденствие И вот в эти Там две недели Свои обряды проведите Которые Ну свойственны Потому что солнышко Вот как раз В эти дни наступает И к этому как раз Было привязано Наши все праздники Вот Ну так или иначе Надо разбираться С нашими древностями Так или иначе Надо познавать Надо понимать Что одно из другого Вытекало И какие-то следы Оставляло Даже сейчас Это как-то называется По-другому То какие-то Все равно там Следы можно нащупать И какие-то традиции Можно обнаружить То есть наследие Нашим языком Будем говорить Ну в принципе Вот все что я хотел сказать Поэтому я вас всех Поздравляю И напомню Что сегодня По одному из современных Календарей 11 марта 2016 года Пятница По одному из старинных Десятый день Месяца пробуждения природы 7524 лета Седмица Мы говорили в живом эфире О родоконе Владенчества Закон русского духа Кутенков Павел Иванович Главный соведущий Я благодарю всех Кто участвовал В нашем обсуждении Писал вопросы Реплики Я очень много подчеркнул Из того что здесь было написано В нашей избе читальни В нашей горнице Прощаюсь со всеми Всем низкий поклон С вами было Народное славянское радио Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова